ребят срочный вопрос срочный вопрос вы знаете для чего маленький кармашек на джинсах у меня есть вариант давай это для маленьких рук я не знаю но мне кажется это для того чтобы собирать с большого кармана вот эти крошки которые в ногтях состревают и до мусорки их складываешь вот в этот маленький кармашек и потом выбрасываешь ну есть такая версия но я всю жизнь думал что этот кармашек для вот дяди никто не умеет фокусе между всегда вот это один палец в тепле а оказывается этот маленький кармашек для того чтобы складывать презервативы да ты чё прикинь у меня кстати есть интерактив для вас пацаны готова я буду задавать провокационные вопросы а вы должны показать ответ на планшете окей погнали мать давай теперь мадьяр покажи мне самое неподходящее место для секса изи типа возле и султана нет типа на сцене чтобы это снимали зачем мне такой секс хорошо самые сексуальные или красивые и зайпа на себя показывать нельзя без обид братан вообще нет обид я просто тебя показал ты набросился я знаю хорошо самый сексуальный блогер казахстане железобетонный ответ прям настолько ты любишь машку маша миллер прям прям готов прям бежать цветы покупать презервативы дюрок с собой прихватить про все готов ну на всякий просто прям настолько сильно уверенно хорошо тогда номер ты твоя очередь дамир вопросы будут все те же самые первый вопрос покажи мне самое неподходящее место для секса это что это место между двумя вагонами знаете когда так стоишь тамбур так давай хорошо покажи мне самого сексуального или красивого и зайпа на себя показывать нельзя показать наверное не покажу но намекнуть могу вот так я намек услышал самый красивый блогер казахстане ну давай вот мне интересно это кто таки жан таки жан ты будто мне жениха предлагаешь стало только сложнее понять кто это а пусть вероника теперь ответит на те же самые вопрос ты готова я готова скажи самое неподходящее для секса место что это это моя хата я честно сказать статистика говорит правду сама за себя окей тогда давай самый сексуальный из айпа но не ты а можете чуть в профиль сись на самом деле у меня есть ответ кто это а это вот тот месяц когда я подумал что усы эта тема а ты думаешь только в усах проблемы да ну там комплекс надо надо было что-то делать окей ладно быстрее вы убери вы ребят давай самый сексуальный блогер казахстана вот такой ответ есть кто это такой сама не знаю прикиньте одет шакир это одет шакир это же не блогер и не сексуальный да блин сделаю я из него блогеры и сексуального тоже сделаю я уже ближе к 30 как мать могу выходить окей ладно на самом деле у меня есть последний провокационный вопрос для вас давай у вас были когда-нибудь сны какие-нибудь пикантные со знаменитости честно в основном я их не знал нет я не могу так отвечать потому что эту передачу смотрит моя жена она та еще звездочка да спасибо большое тебе помогла хорошо у меня был но это в детстве в мария шарапова я не думаю что она смотрит но если смотрит очень странный выбор но хорошо я не ожидаю у меня блин мультики не считаются хорошо пусть будет гарри стайлс о нормально и так что я хотел спросить давайте заключительный вопрос для всех чтобы вы можно без планшета даже чтобы вы взяли с собой на свидание easy вот и трезво оценил свои шансы но вы как будто вместе двините куда-то не у меня прям планы просто я на сниматься не буду сегодня у меня дела а у меня шутка есть причем многочлен а 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 У меня своей свадьбы не было, вот теперь наслуждаюсь, это же вообще прекрасно. Матюк, ты расскажи, как? У тебя Новый год на носу, как у тебя настроение? У меня Новый год вообще, Сунг Шибатя, всех поздравляю с наступающим или уже наступившим Новым годом, или если вы прям давно-давно YouTube не включали, со старым Новым годом. В любом случае, мы снимаем это в преддверии праздника, и хотелось бы, собственно, на эту тему поговорить. Кто как Новый год отмечает? Вот давайте вот такой вопрос. Кто как будет отмечать Новый год? Кто как будет отмечать Новый год? Я с родителями буду отмечать, потому что я думаю, что это больше семейный праздник. Ну и мне как бы особо лень выходить после 12, я обычно сплю, вот. Поэтому я буду очень много готовить вот этой еды в тазике, очень много, плотно готовить, а потом плотно спать. Вот примерно такой план у меня, очень амбициозный. А сколько людей в семье? Трое. Трое? Да, но мы едим плотно. То есть до того, как ты уснешь или после? Там 24 на 7, особо повода не надо, мы так каждый день собираемся. Ты когда так говоришь, мне кажется, что в тазике вы прям с тазика халлите. Блин, а что не так? Что не так? Тарелок же нету у них. Они же этот... Холдахуэх! Дамир! Айрватер! Красавчик! Еще, еще есть добиться. Дамир, серьезно, я... Ребята, позвольте признаться чисто сердечно, вот честно, Мадий, прости меня, Вика, вот я перед вами просто... Прям сильно, извини, Вика. Да. Я Вика Кишернист. Или что в концерте? Вероника, ну все нормально. Ой, Вика. Я Вика. Нет, нет, Вика Дегену, Майрахта. Вижу, там еще короче, да, я с буквы экономлю просто. Курор! Ну допустим. Вероника, а как будет Вероника сокращенно? Верон, можно назвать, да? Верон. Вика это Виктория. А Ника это не Вероника. Образовательный контент. Да, немножечко. Круто. Видите, как полезно. Вера или Верон. Как угодно, можно Настя, честно. Если времени мало, можно просто В. Айжан, Вись. Можно, Аселя, Айжан, женщина, вот это. Можно, Аселя. Как Эй? На самом деле, ребят, честно, Мадик, Вероника. Спасибо. Я полностью ни один выпуск не смотрел. Я виноват, честно. Это мощный контент. Я в ТикТоке в основном смотрю. И этот проект я смотрю ради Дамира, честно. Спасибо. Умой пирожок. Мнаджи гэд, ауза наш сайра, Сбайкад на здоровье, а, ТикТок-то. Еще очень нестандартный ход мысли. Я тебе серьезно говорю, честно. Нет. Это нестандартно было просто. Да. Да, мир. Да, мир. Да, мир. Да, мир. Да, мир. Обычно, если бы это был сон, ты в этот момент просыпаешься. И так мама, да, мир. Да. Да, мир. Да, мир. Он один выступал и рвал. Это правда? Нет. Ну, я пытаюсь, да, мир. Стараюсь. Сейчас Марат скажет, а, нет, ты не кайф. Я про другого имел в виду. На самом деле, очень интересно. Ребята вообще что-то новое делают. Все время для Ютуба, для зрителей экспериментируют что-то новое. Все время пытаются придумать что-то новое, какие-то новые формы. Поэтому, ребят, давайте еще раз поблагодарим, ребят, за их труд. Спасибо. Спасибо большое. Тех, кто в кадре и тех, кто за кадром. С Новым годом, ребят. С Новым годом, Джиги. Есть ощущение, что как будто мы троем в одной комнате сидели, потом Марат подошел и говорит, пойдемте, пойдемте. Я вас своим друзьям представляю. Троем вообще Ютуб. Это все. Расскажите, кто как будет праздновать Новый год? Ну, у меня как происходит. Ну, с каждым годом этот праздник теряет свою магию, на самом деле. Чем старше ты становишься, тем меньше атмосферы в этом празднике. И ты больше занимаешься тем, что пытаешься создать атмосферу для своих детей. Это больше праздник, наверное, для детей. Поэтому, в принципе, мы там с женой наряжаемся в Дед Морозов. Я не знаю, какие-то уловки. Детей жена забирает в другую комнату. В это время я там подарки под елочку кладу. Они выходят, радуются. И, в принципе, самая главная задача – это все отснять реакцию. Вот таким образом и Новый год проходит. Раньше как было? Раньше как? Раньше действительно какая-то аура была у Нового года. Ты с родителями встречаешь Новый год. И после 12 – хайдагеттан, балдармен. Есть такая фраза, всеобъемлющая казахская. Хайдагеттан, балдармен. И все понятно, да? Хайдагеттан, калага, балдармен. Ну вот так и все происходило. И сейчас действительно собственный балдармен. А дети верят еще, что Дед Мороз – это не папа? Вы как-то наряжаетесь, прям серьезно подходите к вопросу? Я помню свое детство, я помню, как папа с мамой переодевались, а я маленькая была, я все понимала, но мы играли в эту игру до талого. Типа что, ох, тут масочка, но куда пришел Дед Мороз? Или у вас реально они верят еще? Мне кажется, меня обманывают. По-моему, они подозревают что-то, но на самом деле, кажется, они делают вид, но все равно они поддерживают наши такие инициативы. А сколько лет детям? Старшему 12. 24, представляете? До сих пор я не знаю. Старшему 12, среднему… Ё-моё! А в начале истории кажется, что прям семьянин. Да. Во втором классе сколько лет? Восемь. Восемь, да. Восемь лет и дочери пятер. Вот так вот. Можно поаплодировать. Здорово, здорово. Ну, я к тому, что этот праздник больше, наверное, детский, семейный сейчас. Как раньше, надо кет, пхал, до старыми квартиры снимать. У вас как сейчас происходит? Или это как бы меняется со взрослением? Или действительно? Как за манты он дай мой халай? Или время сейчас такое? Мне кажется, это в первую очередь со взрослением связано. Потому что в детстве те же атрибуты, которые сейчас происходят в Новый год, они воспринимались намного как-то веселее, что ли. То есть я помню, когда я возвращался домой, поиграв днем с друзьями, возвращаюсь, и весь подъезд пахнет мантами. Весь подъезд, ты как в рекламе кофе вот так домой идешь, радуешься, и манты, это было прям какое-то праздничное состояние, что ли. И то же самое касалось, ну вот мне, правда, родители не дарили подарки, как вам, чтобы переодеваться. У меня отец просто колпак сверху надел. Да. И в целом видно, что это мой отец. И он дарит, я такой, о, Дед Мороз. Я просто подыгрывал самого отца. Верь, Дима, просто. В тех же тапотках идет. Он больше не актер, больше сценаристом был. Да. Трушный, трушный Дед Мороз. Да, Мира, а ты планируешь праздновать, или ты не веришь в Новый год? Не веришь в Новый год? Я помню, в прошлом году ты, кажется, отрицал существование вообще празднования Нового года. И сидишь в таком свитере сейчас. Это гримеры. Нет, ну, я… Это аквагрим на теле? Короче, я по-взрослому начал праздновать очень рано. Я в шестом классе один раз вышел на Новый год, до Нового года, и у меня была цель попробовать весь алкоголь, который существует. Ну, не понимаете, как закончилось? Я, короче, вышел в 11 вечера, и мне друг говорит, давай шампанское. Я говорю, давай. Мы попробовали просто шампанское, я домой пришел, и мне папа говорит, время пришло для вина. Папа говорит? Да, ну там он домашнее вино делал. Он всегда так пафосно относится к алкоголю? Да. Пришло время вина. И кошку гладит. И, короче, я попробовал вино, и потом меня друзья позвали пить коньяк. А я говорил, что это шестой класс. Я пошел пить коньяк, коньяк заканчивается, и мне говорят, а ты будешь шампанское? А я вроде пил, но не распробовал. Я еще попил шампанское, потом мне сказали, что еще есть, что еще есть. Пиво я начал пить. Я тогда не знал вот эти правила про понижение градуса. И потом все запил дизи алкогольным. Я домой пришел. Во-первых, я не пришел домой, меня принесли. И возле двери оставили, и говорят, ну давай сам как-то. Вот так оставили с Новым годом, и все, постучали ушли. Ты там в банту лежишь. Подарок для родителей. Я открыл дверь, мне открыли дверь, и я зашел, и не смог обувь снять. Не смог вообще. Я старался минут десять, и уже родители все проснулись, и я пошел быстро в обуви, в кровать. Но они, конечно, заметили. А что ты сказали? Ну они смеялись, они родственники. На следующий день они пошли к родственникам всем в гости, и говорили, что я отравился едой. Прикрыли, да, тебя? Ну там еды вот столько было. И что, ничего не сказали абсолютно? Посмеялись, и все, да. Ха-ха-ха, у нас сын пьющий, ха-ха-ха. В шестом классе нахуярился. Нет, ну вы бы знали... Зато не наркоман. Да, зато не наркот. Зато хазах сезули. Мне нравится, что ты использовал тезис, ой, тезис, я не распробовал шамп... Как будто вы, блядь, в шестом классе сидели вот так вот. Нет, мне вообще удивительно, что он просто так рассказывает, что он в шестом классе выпил, и дома к этому нормально отнеслись. Потом ничего не было? Вы знали мою репутацию, я же отличник был. То есть от тебя ожидали, да, в принципе? Нет, вот именно. С первого по девятый класс я был отличником. Ага. Мне кажется, это, ну, не дает возможность. Нет, ну типа, мне в пятом классе отец сказал, все, ты взрослый. Пришло время вина. Сейчас время вина. Подожди, ты с отцом пил все это время? Нет, нет. Я только вино с ним попил. Хороший мужик, батя. Ты уже взрослый. Нет, ну, конечно, я понимал, что так нельзя делать. Но и они понимали, что я не тупой, я же отличник. Типа, сделает вывод. И я реально, я за всю... Я, короче, когда в восьмом классе мои одноклассники только начали пить, там, на какие-то мероприятия школьные идти бухать, я уже такой, так не пей. Вот так не пьют обычно. Я уже не пил. Я в восьмом классе бросил пить. В шестом начал, в восьмом бросил. Когда вернулся? Получается, весь девятый класс просто так отличником был. Нет, я вернулся в одиннадцатом на чуть-чуть. И все, да? Ты меня помнишь пьяным? Ну, редко. Вот сочинские фестивали. Там больше же делать нечего. Ну да, там, в принципе, все возвращались. Все возвращались. Это мой единственный право в памяти был в сочинском фестивале, когда я хок, и все, я не понимаю, где я, кто я вообще. Подождите, мы говорим о сочинском фестивале КВН, юмористическое мероприятие. Юмористическое, садомическое, я бы сказал, это вот такое. Все, что происходит в Сочи, остается в Сочи. А что там происходило? Марат, что там происходило? Не надо продолжать. Ну, пример какой-нибудь, накиньте мне хотя бы. Ну, вот у Мадияра был провал в памяти. Ну, у него частенько такое. Извини. Кто ты? Это просто сумасшествие. Вот знаешь же примерно про списки Айки? Да. Да. Ну вот там... Там... Так? Примерно... Кшкин и Жит Палацов. Цель. Да. То же самое, но народного артиста нету. А вообще говорят же, что вот я какой-то там, не знаю, вот молодость, вот это все, непредсказуемость, все, вот эти грязные истории, они все по молодости. Марат, была ли у вас такая история из Сочи? Ой, очень много историй. Расскажите, пожалуйста. Ну вот дело в том, что молодость, зелена, атмосфера, алкоголь и в принципе эти истории не для, наверное, общего не поймут, так скажем. Ну то есть в основном выпивают, веселятся и все связано с этим. И чаще всего эти истории вымарываются из памяти, чтобы не вспоминать. Знает только он, он и все. Мы вот так смотрим, помнишь, помнишь. Болт интересный. А кто-нибудь из друзей остался еще с тех времен, с кем вы до сих пор дружите, вспоминаете эти моменты? Конечно. Ну, на самом деле КВНовское, в принципе, сообщество КВНовское, оно существует на долгие года. Те, кто в принципе со мной был в команде, они до сих пор работают в творчестве все. Кто-то сериалы делает, кто-то шоу делает. Со многими мы до сих пор работаем, поэтому это сообщество в принципе сохранилось до сих пор. Я думаю, ребят тоже. Вы же в одной команде были, да? Мы все, да, втроем в одной команде. Да, вы все в одной команде, вот в принципе. Мы самая как будто стерильная команда. Ну, вот ладно, хорошо, что ты в школе бросил пить, потому что мы та команда, которая… Я не буду называть сейчас имя, но у одного человека в Сочи, вот в заключительный день Сочи, у него стоял выбор пойти на эротический массаж или в аквапарк. Чистая правда, потому что у него хватало денег ровно на это, на одно из двух. Вот так склейка, мы в пятером на аквапарке. Просто тусим, это вот… Вот мы такая команда. А еще у казахских команд была традиция, кто первый раз едет в Сочи, он сразу приходит в отель «Жемчужина», сбрасывает вещи, выходит… Там сколько? 12этажная гостиница. Сразу сбрасывает вещи, открывает огно, выходит на балкон и кричит «Шэшэня!» И вот ты первый день приходишь, выходишь в такси и слышишь со всех окон. Наши. Наши здесь. Будет весело. Такие традиции были. Просто у вас не было такого ощущения, когда ты знаешь очень грязную историю своего очень давнишнего друга, и потом он, например, женится, у него уже дети, но у тебя, когда ты его видишь, единственная история в голове – это вот самая грязная, которую он когда-либо тебе рассказал, либо вы прожили вместе, будучи уже взрослыми людьми, уже как бы, ну… У меня вот такое ощущение сейчас просто. Не могу словить ни одну нормальную чистенькую историю. Ты сейчас так на чувак, как будто ты что-то про Дамера знаешь. Нет. Только я же женился. Только ты женился? Ну, в смысле, из настроек. Давайте поаплодируем. Мы каждую серию аплодируем Дамеру. Он недавно женился. А ты когда женился? Шесть выпусков назад, по-моему. Он начал, и вот продолжает. В сентябре. В сентябре, да. Вот заметили, как человек женится, он сразу набирает вес? Я просто по себе знаю. Это тоже мое. Что за прикол? Я худой был даже, абсолютно худой. И вот женился, и сразу меня за месяц просто разбомбило. Я поэтому замуж не выхожу. Боюсь разжиреть. Не, в обратку так не работает, по-моему. Блин. Это мы толстенье, мне кажется. Видимо, ты женишься, и жена готовит. Мне кажется, не из-за этого… Салам алейкум. Салам алейкум. Салам. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Поесть плотно и спать сразу лечу. А у вас есть какие-то традиции внутри вашей семьи, которые вы каждый год делаете? То есть каждый год мы смотрим иронию судьбы. У кого-то бывает так, что они смотрят фильмы типа «Один дома» и так далее. У вас есть какие-то внутренние семейные традиции, которые вы делаете? Так, у нас дома таковых, в старой семье, так скажем, да, когда я был маленьким, смотрели «Иронию судьбы», это было прям, ну ты хочешь, не хочешь смотришь, потому что по всем каналам показывают, больше выбора нет, сейчас у нас традиция смотреть каждый Новый год 31 числа «Хазах премия». А-а-а, блин, это круто, это круто. Мы уже шестой год подряд, мы готовим новогоднее шоу, и это транслируется прямо в новогоднюю ночь, и людям очень интересно, нравится даже, у кого-то, оказывается, есть в традиции это смотреть. Блин, круто. Я просто думаю, что… Вы как вообще относитесь к тому, чтобы работать 31 декабря? Я один раз в жизни работал 31 декабря, и понял, что больше никогда в жизни не буду работать. Ну, именно вот, все-таки я понимаю, что магия с каждым годом, она все меньше и меньше, но работать 31, не знаю, может быть, у меня был такой опыт, я работал в караоке за, я не знаю, за 4000 тенге, наверное, и, возможно, попить пиво. Я помню, это была костюмированная вечеринка, на которой всем было до пизды вообще на костюм, только одна девушка пришла в костюме Снегурочки. И она заказывает песню Eminem, Rihanna, Love the way you lie. Я подумал, ну это заявочка. Потому что до этого батарейка и после батарейка. И она выходит в костюме Снегурочка и говорит, объявите меня, круто. Я говорю, Снегурочка. Как, как, может еще раз? Снегурочка. Вау. С песней Eminem и Rihanna выступает Снегурочка. И она выходит, ни в одно слово не попала. Она, знаешь, когда вот, когда в машине едешь, один в этот трек играет на английском, и ты выдумываешь свой английский. Типа freestyle, free what the fuck up. Hold the fire on an attention to be fire, вот так вот. Я еще интермедиат, да, не принятие. И она вот так залетает, нахуй не попала, вообще просто мимо, просто мимо. А люди не знают, они такие, блядь, круто, круто, круто. И больше я никогда в жизни не работал 31-го часа. У меня алгоритм очень простой. Прихожу домой, мы смотрим новогоднее обращение, чуть-чуть кушаем, я собираюсь выходить, мне мама говорит, не пей, и мы все понимаем. Не знаю, мы как, мы весь день готовим, вот прям как не в себя, ну вы помните, как не в себя фигачим салаты в тазик, кимчи. Потом вот это мы будем отрицать, что у нас потом на балконе годовой запас продуктов, там можно кофейню открыть. Я, короче, мы это все готовим, 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 потом все это накрываем на стол, и мама в какой-то момент говорит, иди переоденься. Типа, Новый год в новой одежде нужно встречать. Там два тазика в них переоденься. А, я понимаю, о чем ты говоришь. Я сегодня Оливье. Момент вранья, да, когда все на 10 минут балмаскарад. Причем брат весь день ничего не делал, красивый сидит, хавает, вот так вот, пришел ночноготовое, а я должен делать вид, что мне красиво. Вот я переодеваюсь и сажусь, и ем очень грустно. Поэтому потом хочется спать, потому что ты весь день готовишь это все. А ваш новогодний стол как-то отличается, ну там, типа, корейские блюда? Блюда. Именно так оно и есть. А, серьезно, вы манты готовите? Ну вот, например, у нас на Новый год либо манты, либо бешпармах. Почему мы так, вот так линию национализма вот так вот сейчас провели? Мы будто в разной стране живем. Я... Веро, 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 ты не дослушала. Ты не дослушала. Вот у нас бешпармах и манты. А у вас как, Мадьяр? Да. Спасибо, спасибо. Я благодарю. Надо до конца слушать. Я благодарю. Нет. У нас дома собака вот такая. И у него во рту яблоко. Мы включаем сериал Мухтар. Так. Потом конца Рекс. И потом заканчиваем все игрой в кальмары. Нет, я на полном, серьезно. У меня дед оттуда же приходит к живому. Потом выходит Псай, блядь, да? Вот это. Не, я реально спрашиваю, мне интересно. Это не национализм? Мы же не сказали, вот мы готовим беш, а ты что за хуйню? Или в вашей Корее запрещено веселье? Мы же не так говорим? Надо говорить у нас в Корее. Если без прикола, мой отчим казах, поэтому мы празднуем, ну как бы стол у нас классический, традиционный, как у вас, такой же у нас. А он сам готовит, в смысле? Да, да. У меня папа готовит очень, очень круто. Ну такие, не знаю, какие-то праздничные. Я думал хлеб нарезать. Нет, это просто, мне действительно интересно. Да, мы готовим плов. Вы хаваете плов? На Новый год? Мы хаваем плов? Нет. Ты считаешь, что мы азиаты? А ты меня как представляешь, да? Я же вот так сижу, вот так. Да, нам плов вот так, 18 официантов выносят. Вот так по столам. Да, мы едим плов. Традиционно корейская морковка, она, кажется, не только корейская. Нет, она уже казахская. Она уже, да, да. Морковка, она казахская. А, что это морковка? Вот так вот. Морковча, которая, которую ты ешь худубь и такой, откуда она здесь? Да, тут нельзя очень так четко выговаривать В. Не морковча, моркопча. Моркопча? Да, вот представляешь, она становится казахской. Копчу охота решить просто. Что? Ну, копча это же вот этот, когда картинки складываешь. Вы что, не знали? Это когда выбираешь картинки, типа выберите автомобиль, и он про это говорит. Обратите внимание, человек опережает время, блядь. Копча. Копча. Какой, обычный вопрос задала, и как вы вышли на это все. А вы хотите узнать, как я отпраздную? Конечно, да. Водка, вино, коньяк. Это в детстве. Я сейчас повзрослел. Мы как вместе начали жить с женой, а мы сначала начали жить вместе, потом женились. И потом опять начали жить вместе. А? Вы сначала жили вместе, женились, а теперь? Мы сначала начали жить вместе, потом встречаться, потом женились. И теперь сейчас живете припеваючи. Я первый раз слышу в жизни, что дамер такой... Можно еще раз повторить? Это как припеваючи. Припеваючи. Блин, очень мило. Очень круто. Милое слово? Да, очень милое слово. Копча припеваючи. Мы, короче, сейчас ходим к родственникам и собираем еду. Мы дома не... У вас Хэллоуин, я уйла. Не, мы если начнем... Конфеты или жизнь? С Новым годом! Конфеты или жизнь? Конфеты или жизнь. Марк Апчу, давайте Марк Апчу. Мы если просто одну пачку мант приготовим на двоих, она у нас останется до 3 января. И мы решили, да лучше брать у кого-то по чуть-чуть. А бывает такое, что вы заходите, вам беш такой... Нет, беш у нас есть уже. Нам бы что-нибудь из первого. Есть у вас из первого? Извините, с чечевичным, блядь. Пакет его за счет. Мы в шутку так и говорим. А, серьезно? Ну, действительно, там бывает с мандаринами перебарщивают. Обнаглели. То есть на Новый год вы до Стархана не готовите, да? Ну, чисто сушники возьмем. Сушники с нас. Жена готовит сушники. Домашнюю фантуку есть. Мы один раз забыли... В тазике. Один Новый год мы с женой... Вот так. Мы отпраздновали, мы в 11 дня... Там еще дискотека совмещена. В 11 вечера мы вышли с женой перед Новым годом и забыли зайти домой. Ну, типа мы в час 30 зашли, такие, о, Новый год оказывается. А вы в этот момент еду собирали или как? Они за донатами двигались. Не, подожди, братан, как это вы в 11 выкатили, в час 30 вернулись, такие, блядь, Новый год же. Нет, ну, понятно, что с 11 начинают взрывать это. Мы примерно понимаем, что Новый год, но мы не обращали на это внимания особо. Им было хорошо. Да. Окей. И получается, вы в 11 вышли зачем? Чтобы собрать еды или как? Я не помню, просто гулять вышли. Мы тогда вот мало встречались. Мы не знали цель. Сейчас мы четко выходим, такие, все, на такси, до туда. У нас 15 минут собрать продукты и уже. Как аферисты Дики Джейн. Только в районе АДК. Вот если вне новогодней тематики, я бы хотела спросить, вообще, Марат, вы для нас, ну, я думаю, что от лица ребят скажу, потому что я не успела это сказать. Вы легендарный комик, я хотела вам лично об этом сказать, как role model, так сказать, на английском скажу, ролевая модель, потому что вы довольно долго занимаетесь комедией, и на самом деле вы сценарист, шоумен. То есть мы смотрим на вас, делаем контент благодаря… Блин, Верон, я до сих пор не знаю, как реагировать, когда так говорят. Капец. Это правда, это правда, это правда. Или просто очень сложно. Я всегда говорю, что вот, как говорят же, огонь, вода, медные трубы. Вот медные трубы – это самое страшное. В этот момент, то есть, когда тебя хейтят, ты понимаешь, как реагировать. Когда там шутят твой адрес, ты понимаешь, как реагировать. А когда говорят какие-то хорошие вещи, вот я в ступор вхожу. Я не знаю, как реагировать. Либо вот так вот самодовольность говорит. Да, да, да. Либо, 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 либо была в Казах. Да не, не, мархалай, стивы угрек, не стивы угрегос, не дай за тебя. Просто сушняк, ебашка. Идя за продуктами. Рахмет, Рахмет, очень приятно, честно. Сказал правду, как есть. И когда мы выбирали гостя на новогодний выпуск, мы вот именно хотели позвать такого влиятельного человека для того, чтобы… А тут он про списки айди, да? Нет, нет. Влиятельный человек, ролл модел. Потому что юмористов не так много в Казахстане, они все очень крутые, видные. И мы сейчас все вместе пытаемся как бы эту индустрию поднять. Сейчас вот к стендап-комедии в том числе начинает, не знаю, как это, как-то правильно сказать, наверное, внимание к нам чуть больше, чем раньше. Потому что в основном всегда мы смотрели КВН, смотрели какие-то сериалы, не знаю, там, фильмы юмористические. И вот вдохновлялись с вами. И у меня такой вопрос. Все равно на юмор не выучишься. Высшее образование в этом плане сейчас не получишь, ну, по крайней мере, в Казахстане. Вот как этот момент произошел, что вот вы из своей профессии после университета выбрали основной своей деятельности? Это вот юмор, это сценарий, это вот что вы шоумен и так далее. Как этот момент произошел? Ну, это КВН же, то есть, в принципе, все мы выходцы из КВН, то есть, это все обычное хобби, оно перерастает в профессию. Там есть конкретная градация по… там есть своя лесенка, так скажем. Ты начинаешь писать маленькие жутки, потом формы побольше, потом домашние задания, потом это все перерастает в сериалы, в шоу. И самое важное в этот момент, чтобы тебя окружали нужные, хорошие люди, которые единомышленники. И, в принципе, мне повезло, что всегда со мной рядом были единомышленники. В принципе, вот ваша команда тому доказательства, а дальше уже дело времени и упорства. Я думаю, тут больше вопрос, наверное, это были… Какие годы, вот как можно… Какой год ты бы сказал, вот с этого момента я в творчестве? 2003. Это когда стало уже творчество работой или… Это когда творчество стало работой. И вот в 2003 году не было же такого понимания, как, например, сейчас, что юмористы могут зарабатывать и так далее. Что ты говорил родителям, окружающим? Ну вот, здесь была проблема, то есть родители всегда говорили, ты что делаешь? Нестрибрис, кломболосква, вот эти же разговоры. Но это один раз было. Но, в принципе, у меня родители с пониманием относились, они всегда говорили, занимайся тем, чем хочешь. Главное, чтобы это тебе нравилось. Это очень классный стимул был для меня. И поэтому я всесторонне пытался развиваться, учиться успевал. Главное, я говорю, учебу Саван Дурставо. Такая же ситуация получается. Да, да. В итоге у меня в школе как бы отлично отучился, там одна четверка была. В университете у меня я на красный закончил, прикинь. Да. То есть я с первого курса в КВН пошел, и здесь у меня такой симбиоз получился. То, что я получал в университете, какие-то знания, кругозор расширил, это я применял в КВН. А вот эти навыки общения, коммуникации, харизма, где-то там на экзамене, не знаю, глазками похлопать, как-то по-другому занести материал, который ты не знаешь, это все срабатывало на учебе. И, в принципе, у меня получалось это все совмещать. Но наступил момент, когда я получал диплом. То есть после четвертого курса мне в руки попадает диплом, и все, у меня паника, пропасть. Что дальше делать? Марат, а на кого вы учились? Я учился на Востоковеда, регионовед, Востоковед, специалист по Ближнему Востоку, лингвист. У меня арабский язык специальностей. Видишь, даже мухи подлетели. В смысле язык мух знаешь? Да, язык мух знаю. Все, иди грей машину. Вот, и, в принципе, родители ничего не говорили, а дальше ты же должен, получается, пойти работать. А у тебя здесь какой-то базы нету, ты перебиваешься. В 2003 году где-то на радио работал, где-то кому-то сценарий писал. То есть стабильной работы нет. А для наших родителей там же важна трудовая книжка. Ты мне трудовую книжку, помните? Покажи, иди, не верю, не верю, не верю, не верю, не верю, не верю, не верю. Вот то же самое было. Потом все, четвертый курс закончился, что делать? Я думаю, ё-моё, что делать дальше, что делать дальше? Дома сейчас начнется разговор. И я иду, поступаю на магистратуру. Еще на два года продлеваю. Да, продлевать будете ли тебя кто? И за два года я уже примерно, уже конкретнее начинаю заниматься, создаю фундамент, что я буду делать. И уже после 2007 года я устраиваюсь на телевидение, но все равно родители говорят там, я не знаю, с родственниками отец разговаривает. Нау, ёлки-палки, не сэржигэн, бальмей, жюрмэн, а нау-ма-нау, тоси-боси. То есть эти разговоры были вплоть до 2009 года. И в 2009 году нам посчастливилось, повезло, и мы стали ведущими телепередачей «Мяса-ан» на КТК. Это первое казахскоязычное такое шоу было юмористического характера, разноплановое. Популярное было очень. Вот первый раз появился, все, все вопросы сняли. Важно было, главное, появиться в эфире, потом отец уже звонил родственникам. Квердинг-ба, мейнг-ба ламго. То есть вот все уже на 180 градусов изменилось. И самое важное то, что родители меня поддерживали, они говорили, слушай, тебе это нравится, выбор за тобой, это твоя жизнь, делай. Видишь в этом что-то? Делай. Вот и все. То есть здесь очень важна поддержка от родных. В принципе, собственно, я сейчас, ну как бы то, что я перенял от родителей, применяю, в принципе, на своих детях. Я им тоже как бы направляю, конечно, но считаюсь с их выбором, их выбор, он важен. Если кто-то из детей скажет, я хочу все целы уйти в TikTok. Я поддержу. Кайф. Я поддержу, скажу просто нормальный Нарсет Сурси. Нормальный Нарсет Сурси был. И на протяжении, вот получается, 2003-го, в 2009-м появился Масаган, и тогда первое узнавание, да, получается, и когда родители начали звонить там родственникам и говорить, на протяжении 6-ти лет не было вообще сомнений, что я иду к верной цели. Да у меня не было времени думать, я просто за ней... Бывает же, ты погружен во что-то, ты даже не думаешь, что там дальше будет, ты просто кайфуешь в работе, ты что-то придумываешь. Мы в основном за кадром были, там очень много передач было, нам с Дуда было на казахском языке, КВН мы писали, команда КВН казахи, Астанак и Зет помогали, ездили с ним. Если вы обратите внимание, в 2010-х годах где-то на заднем плане мы, я, Рустем Умаров, там стоим на заднем плане, помогали старшим. Вот, ты просто погружен в то, что ты делаешь, и ты даже не задумываешься, что будет дальше, ты просто веришь и понимаешь, что все будет нормально, и занимаешься своим делом, в итоге это все переросло во что-то хорошее. И в то время было очень сложно, в социальных сетей ничего практически не было, было только телевидение. А на кого опирались? Вот, допустим, мне просто спрашивали родители, и кем ты станешь? А я примерно мог показать вот Маратур Алгазина, там, вот, Рустема Амарова, что они уже сериалы пишут, и я примерно вот вас показывал. А вы кого показывали? Мы, 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 мы показывали, наверное, да, в принципе, некого было показывать, мы просто по-своему двигались. Вот все, верьте нам, и все, Болда. Ну, потому что, видишь, у нас опираться-то не на кого, ну, как бы, семья простая, каких-то агашек-то, тех же, нету, которые тебе там, да и не хотелось, чтобы кто-то так тебя устроил на работу, ты работал вопреки своим желаниям, и чтобы тебе всю жизнь кто-то говорил, я его устроил на работу, за то, как бы, я самостоятельно добился того, что сейчас имею, дай бог, еще больше добьемся, поэтому, в принципе, здесь мы просто занимались тем, что нам нравилось, в итоге это вылилось во что-то хорошее. И так даже не было, только было телевидение, еще был момент, когда КВН играешь, тебе кажется, что весь мир тебя знает, было же такое? Ты одну игру сыграл, и мы ждали на канале, по-моему, Юса, Алмата был канал, помните такой канал, был в 2002 году. Ты где прохожих показывали? Да, 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 был канал Алмата, и КВН там транслировали. Ты ждешь целую неделю, целый месяц ждешь КВН, посмотрел свой эфир, и ты на следующий день выходишь из дома, на остановку, во всем красивом, как будто, первый лет нельзя кто. Кетки уже, папарацци такие. Да, уже в центре капюшон не двигаешься. После первого секса. Последний вон тень, парламент Лайцал, и автобус Хамнезен уже стоишь. Это я. Я обычный парень. И ты взгляды ловишь, да, да, это я, это ты заходишь. На поручень, ногу, да. И вот такие времена были. Сейчас возможностей очень много. А в бас-продакшн можно принести идею сериала или фильма молодым людям, молодым сценаристам? Ее можно продать, если она хорошая. Можно, можно доработать, затем продать. А есть кто-то вот на уме сценаристы, молодые сценаристы, которые сейчас вот-вот взорвут что-нибудь напишут крутое или уже написали что-то, может, имена какие-то молодых ребят? Таких очень много. Сейчас кино очень сильно развивается, то есть его много, это уже хорошо. Но я сейчас не говорю о качестве, но то, что его много, и то, что люди ходят, люди вернулись в кинотеатры, это я уверенно могу сказать, кто бы что ни говорил, это благодаря комедиям. Сейчас говорят, что так много комедий, некий комедий Цюриверезнер, но на самом деле комедии сделали огромный рывок, и это, то есть коммерческие проекты, то есть люди, которые на свои деньги снимали, они подтянули людей в кинотеатры, и благодаря этому сейчас очень много проектов. Сон Дахтан, нет в отредниках. Я имена думала, каких-нибудь молодых сценаристов, ребят, мне кажется, и будет приятно. Так вот, есть ребята, которые пишут комедии, у нас много, Абзал Камбаров есть, парень хороший очень. Ильхан. Ильхан есть у нас, мошенники он писал. Ну, очень много. Просто сейчас... Я вот знаю одного человечка, у которого есть идея для фильма. Можно ли воспользоваться случаем, раз мы здесь... Он в очень красивом свитере сидит, но у него есть... Ты же рассказывал, что у тебя есть идея. На фильм? Для фильма. Вот эта концептуальная штука. Да, помнишь, что там про чувака, который в шестом классе накидался? Мокюменты. По-моему, классный фильм будет. Ты про что говоришь? Про то, что происходит убийство вот эти? Ты конец рассказал сразу? Этого я не слышал. День с тобой. День с тобой там был связан. А, ну у меня есть, да, такой фильм. Но это больше идея, она не идея. Ну расскажи. Ну расскажи, да. Один день из жизни Дамира Нурситова. Фильм, фильм длится 24 часа. Возможно, будет скучно. Зная меня. Но это... Есть же такое. Такая тема есть среди киношников. Если кино не заходит, можно сказать, это авторское кино. Это мой взгляд на жизнь. Не, у меня есть там подтекст. Если вы смотрели 24 часа из моей жизни, видимо, ваша жизнь еще скучнее. Дамир, а что ты делал последние 24 часа? Вот буквально вот. До этого? Вот, да. До сегодняшних съемок что ты делал? Просто интересно твой день. Ну, блин, ты выбрал... Ну, у меня вчера съемки были, но это обычно проходит так, что я дома. Так. Все. Ну, типа я неделю могу дома сидеть. Вот, например, есть Новый год, да? Новый год, он оброс традициями. Почему, вот, например, это такой классический вопрос. Почему вот наурус так не празднуют? Это же тоже Новый год? Кстати, да. Да. Вот почему в наурус нету такой атмосферы, чтобы там, я не знаю, этот праздник ожидали, чтобы он прям был как Новый год? Какими, может быть, может быть, какие-то, я не знаю, какими-то атрибутами наполнить этот праздник? Тазиком кимчи, типа. Да. Очень странный выбор, но можно. Вообще никакие праздники особо не празднуют. Мне главное, вот хавка есть. Да. И я приду. Желательно, который вы не готовите, а собираете, да? У меня просто есть воспоминания. Я один раз праздновал Новый год с КВНчиками вот твоего возраста. Апартостого твоего возраста. Меня подтянули там вот из-за того, что я чуть-чуть хорошо писал. Чуть-чуть старо выглядишь. Как они примерно. Не, я там просто наблюдал. Я офигел, что с КВНчиками невозможно праздновать. Ну, очень странно это делать. Почему? Ты не можешь быть на первом месте, типа, на тебя внимания не обращают, потому что там есть люди, которые, на которых ты не можешь не обращать внимания. Вот я пример приведу. Я праздновал Новый год с Маратом Алибаевым. А, ну это... Он восемь часов пародировал бабушку. Восемь часов. Ни разу не вышел собрано. Ни разу абсолютно. Это Новый год был? Какой интересный Новый год. Ну, я знаю... Новый год с бабушкой. Ты с кем встречал Новый год? С бабушкой? Ну, я знаю, Марат Алибаевым. Это вот человек, который, мне кажется, шутит во всех ситуациях. Мы играли в футбол против друг друга. Просто... И на него сокомандник орет, типа, «Мара, сложно играешь! Мара!» И он так прибывает. Сложный гарнир, да? Сложный. Вообще ноль зрителей у этой шутки. Только я стою, шнурки завязываю и думаю, «Бля, как так вообще?» Каждую секунду времени. Каждую секунду времени. Он жестко выдает. Очень. Просто на любую фразу у него есть всегда ответ. Вот такие люди бывают. А есть у вас люди, которые вот невероятно смешные в быту, в жизни, но они не занимаются творчеством? Который, вы на него смотришь, думаешь, «Бля, как бы круто было, если бы ты занимался чем-то подобным». У меня такой Кент есть, он занимается сантехникой в Караганде. Но он пиздец смешной. Он сам того не зная, он просто разговаривает с формулами постоянно. Просто. Но он иногда тупит сильно. Он в Египте подходил к девушкам и говорит, «Девчонки, вы откуда?» «Украина». «А вы откуда?» «Казахстан». Я говорю, «Долбэ, нахуй ты на английский переходишь? Ты только что с ними на русском разговаривал, все нормально было». Вот его бы я очень сильно хотел бы увидеть в каком-то творческом амплуа. А почему бы ему его не подтянуть, там, я не знаю, в стендап? Я его подтягиваю все время, и он говорит о том, что «Видишь, бро, ну типа…» «Вахтёк». «Не, он мне говорит, тебе это нравится, мне нравится продавать сантехнику». И все, на этом разговор заканчивается. «Блядь, давайте про подарки поговорим». «Так». «Какой подарок вы будете дарить на Новый год?» «Кому?» «Ну, хоть родственникам». «Есть у вас?» «Слушайте, это, кстати, классная тема. Ну, я уже тринадцатый год в браке, и это очень сложный вопрос, что подарить жене на Новый год на восьмое марта, потому что все передарено, поэтому айфон, телефон, бытовая техника уже за эти годы… «Все, один аппарат, кажется». «Да». «И у меня реальная проблема, я не знаю, что подарить жене». «А жена не говорит, что хочет? Там не намекает? Там, например, на полмесяца без обуви ходит? Вот так. «Алло, алло, а, это ладонь, это не айфон». «Да, да». «Тупление». «И машины проезжают, она вот так делает?» «Нет, то есть…» «О, машина, да». «В парковке подходит, спидометр смотрит». «Красивый спидометр». «Ну, на самом деле, это очень большой вопрос, ну, потому что ты вначале как бы ждешь эмоции. Ну, если она тебе говорит, купи мне это, и ты покупаешь, там эмоций нет. Ну, для меня важны эмоции, поэтому какой-то сюрприз все время. «Та-дам!» Что-то. «Та-дам!» Телефон. «Та-дам!» Какой-то шарфик. Вот с каждым годом этот список уже заканчивается. У меня пару раз было, я спрашивал, что купить в этом году? «Купи вот это». Она уже говорит, купи детям там куртку, одежду, обувь, оплати учебу, уже подарок-то. Сонная его какая-то, да? И мне нужен реальный совет. Еще на Хаздарда, елки-палки, праздник Купо. Новый год. Кавер, Верексенбернарсе. 8 марта. День рождения. День рождения мамы. 14 февраля. 14 февраля. И везде мы должны подарки дарить. А когда наш день? Когда наш день? Когда наш день? Соболезные вам, что я могу сказать? Знаешь, прям очень тяжело вам подарки покупать, прям ой-ой-ой. 23 февраля наступает, я хожу такой, что мне подарят, что мне подарят? Ничего мне не дарят. Я спрашиваю, почему? Мне говорят, 7 мая. Дело? Я хожу вот так еще три месяца. Жду, 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 когда там 7 мая. И тебе говорят, твой праздник 23-го прожил же. Просто? Мне Нолан дарят. Это что такое? Ты вот так ходишь. Ну, если ты так ходишь, то тебе хрен подарят на мужской день. Так хорошо шли. Все, я в Москве ты как ходишь? Ты покажи, как ты ходишь. Где мой праздник? Реально. Блин, а я, я лайфхак могу вам сказать. Я сейчас все дарю. Ну, все абсолютно что. И где лайфхак, конечно. Все, все подряд, да? Все подряд. Типа, сушняк купил, как тебе? Это как, как в TikTok пять видео выложил, одно выстрелит. Нет, реально, и она привыкла, она удивляется каждому. Типа, фьюсти, вот так? Нихуя себе, две жвачки? Ну, не так вы, что-то слишком обесцениваете. Ну, Обесцениваете. О, креветки. Это другое дело, я согласна. Креветки дорогие очень. Да, они очень. Такие маленькие. То есть, например, как женщина, Вероника, что важно в подарке, например, девушке, подарить цена или сама вещь? Так, ну, вообще, мне кажется, все зависит от человека, в первую очередь, от интересов. Который дарит? И там, и там. Ну, вообще, если я говорю со стороны женского пола, так сказать, от человека, который получает подарок, типа, что бы я хотела, для меня вообще рандомные вещи могут меня порадовать. не креветки. Не прям так. Но я прикалываюсь с идеей подарка. Ну, то есть, что-то неожиданное и что-то, что может развеселить в том числе. Например, человек заметил, что я постоянно говорю о том, как мне нравятся, например, открытки. Креветки. Креветки, да. О том, как я их много ем. Я прихожу в ресторан, цезарь с креветками, ролл с креветками, все с креветками, и он бац и приносит мне креветки и говорит, вот я тебе, я услышал, увидел, заметил, и вот ты же хотела креветки, вот, и я тебе их подарил. Для меня вот это важно, то есть, сама связь к человеку, о том, А нет ощущения того, что типа, все зависит от того, вот ты правильно сказал, что от двух людей зависит, но я замечал, когда девушкам невероятно нравится парень, просто пиздец, как невероятно нравится, любой подарок, они, о, это так круто, это так круто, а бывает там чувак прям просто, я не знаю, там типа, двушку блять, в Самали подарил, и такой, блять, лучше креветку бы, да? Я недавно видела сейчас популярные рилсы, короче, в ТикТоке тоже, типа, что мне подарил за месяц парень, и там сумочку, коуч, значит, там один миллион тенге на курсы по блогерству, и я сижу такая, эта женщина, она ведьма, это как? Нет, это не ведьма, это эксперт по семейным отношениям, и это, если вы меня получите, я восхищаюсь, я восхищаюсь, это малышка будет ваша через месяц, женить бы, я думаю, как это? Вот, креветки, я радуюсь, это вот, это такое. А что самое крутое тебе дарили вообще? Это тяжело сказать так, я не помню, если честно, я же видишь, я давно в отношениях, уже два года, как мне, я сама в себе все покупаю, я уже... Два года в отношениях, уже видишь, подарки уже не радуют. Наоборот, 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 не в отношениях, я уже давно, я уже... Два года не в отношениях, подарки не радуют. Не то, что не радуют, я особо их не... ну, отсутствует человек, соответственно, отсутствуют подарки, так это происходит. Нет человека, нет подарков. Да, так это работает, поэтому... Ну, во время отношений. Сейчас я не флешбетчить? Нет такого, что тебе в груди жжет? Я такая, потом из кадра выйду, но вообще-то это было жестко. Блин, что мне даже дарили? Я же могу вас наебать. Машину мне дарили. Вот такое. Я, короче, подъезжаю, там, ламборджини розовая. Попахивать наебом. Ладно, Toyota Camry. Я не знаю, я не помню уже, если честно. Мне вот интересно, вот ты сейчас вот так отвечаешь, но когда наступает день рождения, вот, Мара, я не знаю, вот сталкиваешься с таким, что скидывают виш-лист. Да такое есть, что ли? Есть такое. Вот я, например, зову вас на день рождения и говорю, вот во вторник приходите ко мне на день рождения, если что, я бы хотел вот такие подарки получить, все здесь написано. Так это очень умно, ты потом не получаешь креветки в подарок. Ой, 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 ой. Извини, может быть, тебя хотели просто отшить? Ты хотела меня отшить? Грубо говоря, тебе виш-лист скидывают там, я на всякий случай тебе скажу, я хочу на день рождения айфон. И ты думаешь, что всем скинули этот виш-лист, на самом деле только тебе. Все пришли, а ты нет. Во-первых, это охуительная идея для моего дня рождения. Во-вторых, я надеюсь, что это не так было. Я на самом деле первый раз слышу такое. Я думаю, это некорректно, вообще обесценивающее. Похлопайте, кто сталкивался с виш-листом. А кто составлял виш-лист? Аплодируйте. И это нормально? Да. Не, ну это на самом деле странно, мне кажется, это странно. То есть сам по себе праздники и вообще понятие сюрприза, оно пропадает же. То есть, если мне говорят, например, на всякий случай я хочу айфон, я пойму, это как-то, блин, это же... А что за случай? Буртурлёвой? Именно, айтаслам, блин, я в этот день занят. Проще уже так. А вот это... А какие вам подарки получали, которые такие, мне не особо залетело, но сделали вид, что понравилось из вежливости. У вас были такие подарки? у меня один был такой подарок, это чехол на айкос. Вот мой айкос, вот он вот такого диаметра. Мне дарят чехол, это, блядь, вот такой планшет, нахуй. Просто из кармана торчит. Огромная штука. Как у дядьки вот такой портпаде, да? Да. И мне дарят, ты такой, это как раз то, что я хотел. Я как раз часто теряю айкос, а вот этот черный ящик, теперь я не проебу точно. Вот такие подарки, да. У тебя дамер может быть. Креветки. Передаривали мне. А есть такое, что тебе подарили, например, какой-то подарок, и это тебя обязывает подарить в следующий раз на день рождения дарящего такого же уровня подарок? Вот, я вот с этим и запутался, поэтому я все нахуй сейчас дарю. Я типа отдаю все. Поэтому креветки, в принципе, нормальный уровень, да? Нет, было такое, что вот у моей жены, день рождения 14 ноября, а 5 ноября у меня пока нет денег. Я не только поступаю, там мне 200 тысяч, я говорю, все дарю. Я просто все 200 тысяч подарил. Потом я выиграл PlayStation в розыгрыше. Я говорю, тоже дарю. И еще что-то было. Мне нравится, мне кажется, ты как будто свои бытовые проблемы решаешь сквозь подарок. Да-да-да. Типа, ты же хотел PlayStation и сам хуяришь, сидишь в PlayStation. Он еще не настроен даже. А, серьезно. Я коммуналку оплатил, дарю. Вот тебе ящик пива, дарю прям, дарю. А что с коммуналкой не так? Да, чем вам плохой подарок? Что ты мне подаришь, зайди в Алсека? Кто не смотрит? Кстати, к этой позиции, дареному коню в зубы не смотрит, был один такой случай, я на день рождения одному пацану, возможно, вы его знаете, подарил шахматы. Но он такой человек, что он не играет в шахматы, я это знаю. Я внутрь шахмат положил 20 тысяч тенге. Я ему дарю, а он мне говорит, нахуй мне шахматы? Я говорю, ну ты открой. Он говорит, да мне нахуй не нужны твои шахматы. Сразу. И я обиделся. И он потом уходит, и я достал оттуда 20 тысяч, положил и обратно. 20 тысяч забрал, два коня забрал. Пусть теперь поиграют. А прикинь, он забрал бы, и когда ты дарил, года три назад, наверное, да? Нет, год назад. Год назад. А прикинь, он до сих пор не открыл бы и даже не подозревает, что там 20 тысяч. Он же забрал, он же поумнется. Если бы он забрал просто. Был бы охуенно подарить 100 баксов туда закинуть. И спустя года это же всегда бы, ты закидываешь это сначала 50 тысяч. Да уже поздно. Я на него обиделся. Ты так разлился, что забрал деньги обратно? Да, я такой, дареному коню в зубы не смотрит. Я от души делал, а ты даже не открыл. Пойду креветки куплю. 20 тысяч. А если бы у него была ебать какая реакция, типа что, шахматы? Я как раз хотел играть в шахматы, конь же буквой Г ходит. И такой, бля, вот эта реакция забил. Еще 20 тысяч закинул бы туда. Нет, ты бы сказал, ты что, долбал что ли? Там 20 тысяч. Мне кажется, в любом случае ты бы забрал 20 тысяч почему-то. Потому что я на шаг впереди. Гроссмейстер. Рада вам какие-то подарки, может быть, дарили. Либо фанаты, либо в принципе на день рождения. Ты знаешь, опять-таки, с каждым годом день рождения тоже теряет какую-то атмосферу. Ты просто... Этот день, которым, наверное, больше внимания к тебе. То есть, день интересен тем, что тебе твои знакомые пишут, больше внимания, вот и все. Ты просто в 12 часов сидишь, ждешь, кто тебе позвонит. Вот и все. То есть, день рождения тоже потеряла свою магию какую-то. Конечно, там собрался, друзья приехали, посидели, на следующий день опять посидели. Вон, аргун и бас шазу. То есть, это как бы уже традиция, да? И в принципе, это тоже праздник. А были ситуации, когда вам человек звонит в день вашего рождения, вы такие, ну сейчас что-то будет. Поднимаете трубку, он такой, бро, салам. Бро, помнишь дубленку вон ту? Ты где покупал? И ты такой, да, вон там-то, там-то покупал. И он вообще про день рождения ни хуя не говорит. И ты как бы не должен, типа, у меня вообще-то день рождения. Вы вот как в этот момент бывали такие ситуации? Это я в этом году тебя так поздравила, кажется, да? Это такое... И что, как дубленка, Верон? Это классная реакция. Вот я, в принципе, какие-то года вот всех так поздравлял, и это всегда работает. И главное, запоминается. Блин, смешно, что она на свою нюху wish list ебашит, а здесь есть дубленка. А что в твоем wish liste? Wish... Организованные в основном люди. Я не говорю сейчас про сидящих здесь. Возможно, они тоже, но не будем про них говорить, а в целом. Очень удобно им помочь, чтобы они не переживали, не ходили, не искали, не думали, не покупали ненужных вещей, которые потом дома будут валяться. А ты вот что-то хотела вот давно, но бывают такие вещи, когда ты сама не купишь, но если подарят, прикольно. Например, в этом году Мадиар подарил мне виниловую пластинку, проигрыватель для виниловых пластинок. Причем, это не было в Ишлисте, он сам, вы сами, командой из Вячеслава Никифорова, Михаила Зиферта, и вот, мы там, там 400 человек скидывалось, но это опустим. Мы там больше в плюсе. Да. Мне просто интересно, ты пользуешься им? Конечно, да, да, я люблю слушать. Да, я лохушка. У меня много свободного времени, я вот этим занимаюсь. Вот, и мне было очень приятно, но вот, например, потенциально проигрыватель мог бы оказаться в Ишлисте. Ну, например, то, что не очевидно. В принципе, без него обойтись можно. но как подарок очень прикольно иметь его. Вот такие вещи. Я люблю дарить людям что-то, чем получать, на самом деле. То есть, какие-то подарки, сюрпризы делать. вот у меня такая же тема, я же все дарю. Брата. У нас такая тенденция была внутри команды, когда мы целый год дарили друг другу эйрподсы. Ты весь год скидываешься кому-то на эйрподсы, кому-то на эйрподсы, кому-то на эйрподсы, потом наступает твой день рождения, и такие, отгадай, что тебе подготовили. Такой, эйрподсы, я знаю. Это как ковер на казахской свадьбе, да? Я даже знаю, сколько вы скинулись каждый, и потом вот просто... У меня, если что, нет эйрподзов, я с его командой, я три раза скидывался, потом бросил это дело. Бро, видишь, это как сетевуха работает, трех раз недостаточно. просто... Три раза ты даже не бриллиантовый пользователь, ты рубиновый. У меня было три раза, я скинулся, потом моя днюха была. Можно я не буду на свою днюху скидываться? И... Меня не поздравили, и я такой, ну, наверное, давайте потом. и потом я отдельно одному человеку из команды подарил подарок, и все. У тебя нету эйрподзов? У меня нету команды теперь. У тебя теперь есть эйрподзи. Нет, нет, спасибо. Он мне палец прижимил. В этом, может, прикол. Это для эфира, потом вернешь. Да. Шоу, ой, шоу. Мне нравится представлять даймера потом в пиджаке от МД и в эйрподзах от урагазина. И без штанов. Весь день не курит еще. Ты без штанов представляешь? Зато в эйрподзах. Да, я и говорю, без штанов и в эйрподзах. И кривец ворона. Чем вам запомнился этот год? Какое-нибудь событие, может быть, основной инфоповод, который вот вы запомнили? Может, с вами что-то произошло или в целом в стране? Мне кажется, мой год прошел, я бы охарактеризовал свой год знакомств. Так много людей я никогда не встречал на своей жизни и так часто я не знакомился. И многие из медийного поля впервые я их встретил и понял, насколько, оказывается, у всех людей, не важно, это творческий человек или нетворческий, у всех, оказывается, одни и те же загоны. Поэтому я посвятил, так было в начале года, а потом я понял, насколько интересно знакомиться с разноплановыми людьми, вообще без разницы. Кто-то делает рэп, кто-то продает сантехнику в Караганде, без разницы. И вот этот год был больше вот таким, годом знакомств, мне кажется. В моем случае. Давай топ-3 личности, с которыми ты познакомился в этом году. Асхат Ниязов, я думаю, Дани Калшинов и Лили. Классно. Вот так. Круто. Лили, это певица, да? Да, да, да. Невероятно. Да, ты крут. О-о, Айлан. Слышали? Ну да. Сейчас. Да, я тоже пользуюсь социальными сетями. Я послушаю еще. Она. Да. Дамер, у тебя какое событие было? Да я женился. Ты знаешь, что... Менее веселее, чем он сказал, что я знаю. Ты понимаешь, что в следующем году ты не сможешь всегда отвечать, что ты женился? Тебе придется придумать какую-то другую фишку. А там же мадик гей, я скажу. А-а-а. Это рекорд, кстати. Минут 40 ты не говорил об этом. Круто. Я забыл просто. А я думаю, это новогодний подарок. Спасибо. А почему? А почему? Не надо. Нет. Вот из-за этого год знакомств будет немножко смазанный. Потому что я знакомлюсь, потом он подходит и говорит, мадик гей. Это вранье. Это вот прикол, который придумал один чувак, потому что не за что было цепануться в плане юмористически подколоть меня. И это ушло просто в недосягаемые для меня масштабы, потому что люди верят. Люди в тебя верят. Уважаемые зрители, и в 2023, и в наступившем или наступающем 2024 я все еще гетеро. Давайте же выпьем за это. Нет, вообще нам... Не надо было начать, это был сложный год. Нет, ты должен гетеро поэтому мать, потому что люди думают, что гетеросексуал это именно... Кто в жопу трахает. То есть здесь надо... Поэтому здесь надо... Я нормальный, я с девчонками тусуюсь для некоторых людей и гетеро и гомо это одно и то же. Там главное сексуал в конце. Он... Он так и думал. Уважаемые зрители, и в 2023, и в наступившем 2024 я не гей. Я... А что ты задумался? Я не могу так... Да, это... В общем, по-разному не пишите. Вот этот разговор, Новый год, и... нет, вообще... Нет, нам абсолютно все равно. Мадик, он любит женщин или мужчин. Это его выбор. Он... Вообще, отстаньте от него. Хочет... Хочет... любить... Женщин пусть любит. Хочет любить... Привет, Дед Мороз. Я к тебе не обращался длительное время, но сейчас произошла ситуация, о которой я не могу... Он составляет список Мадика. Мои друзья, Вероника, и вот этот, который, блядь, женился недавно, очень часто говорят, что я гей. Пожалуйста, сделай так, чтобы они больше так не говорили. Кстати, вот мой виш-лист. Да, да. На 8 марта, действительно. Я вообще в шоке, как мы с первого сезона... Мадик весь первый сезон был редфлагом, потому что он закрывал аккаунт своей девушки в Инстаграме, а второй мы просто его медиком сделали. Я вообще в шоке. Извините. Я вообще... В третьем сезоне я пакистанец, блядь, буду. Стоп, удал. Они что-нибудь еще придумают. Это обидно. Не, ну на самом деле это о чем говорит? То, что если люди верят, значит, в принципе, шоу работает. То есть, вы часть... Нет. Вы часть пропаганды. Вы внедрили мысль. Нет. А, зрителям. Зрителям. Не мне, типа, я такой, а может, блядь. Что я в ванной такой, ну, блядь. Нет. Парад, вам чем год запомнился этот? Мне запомнилось, что Мадик. Я не ожидал. Это было самое сильное впечатление. И Марат Оралгазин. Неожиданный список вообще. Дальше, в этом году было очень много событий. в первую очередь бой сын пошел во второй класс. То есть, вас не смущает, да, то, что я говорю, то, что во второй класс. Он в первом тоже был. В этом году он пошел во второй. В следующем, в следующем он пойдет? Да, я угадаю. В третий. Ну, у меня этот год, год семьи, на самом деле. Я долгое время, как бы, был на работе, больше времени проводил, наверное, на работе. В этом году я больше внимания уделяю семье, и я просто кайфую, на самом деле. Я раньше как было, у меня старшему пацану 12 лет. Говорят, что чужие дети быстро растут. Условно говорю. То есть, обычно люди видят своих детей, не замечают, как они растут. А у меня я до того заработался, что приходишь ночью, дети спят. Ты спишь утром, они уезжают на работу. И так вот, понимаешь, круглыми годами. И были моменты, когда я приходил домой и замечал, как мой сын подрос, ты прикинь, до того, вот ты вот редко видишь детей, что ты видишь, как они растут. И я, как бы, себя корил за то, что меньше провожу времени с детьми. И в этом году я прям наслаждаюсь каждым моментом, который провожу со своими детьми. Интересные люди, оказывается. Прикольные. Мне нравится. Вероника? У меня не сильно такое новогоднее, наверное. Какой год в целом такое настроение. Но мне этот год запомнился с тем, что мы наконец-то подняли тему борьбы с домашним насилием. И для меня это прям основная тема этого года. Не сильно новогодняя или смешная тема вообще, но если говорить действительно, подводя итоги года, это очень важная, серьезная тема. И наконец-то мы начали об этом говорить, люди начали высказываться. В общем, это очень важно. Безусловно, да. Но, а если говорим про тебя, какой у тебя год был, чему ты посвятила этот год? Себе. Себе. В первую очередь. Я очень долго восстанавливалась после длительных отношений, принятия себя, своего веса, в юмористическом плане доказывая себе, что там девушка-комик, она чего-то стоит, она может себя проявлять, и можно говорить разные вещи со сцены. И в этом году я наконец-то ощутила, наверное, важность и принятие людей того, что девушка может заниматься чем угодно, включая жесткий юмор в том числе, говорить, что она захочет проявлять себя, и мне не нужно ничего одобрения, чтобы этим заниматься ни одного мужчины. Это очень крутое ощущение. То есть, я видел Веронику в стендапе, еще в Салим стендап. Да, давно было. Это когда было? В советское время. В 2017-е. Это было очень давно, да. Она была в чехословацком пальто. Но меня просто удивляет, что ты сколько уже? Лет 7 точно, наверное, стендапом занимаешься. И ты до этой мысли только сейчас дошла? Очень долго я ждала одобрения, честно скажу. Чего одобрения? Не знаю, людей, аудитории, очень много... Не хочу дошли. Ты не слышала, что ты единственная женщина комикесса, да? Как говорят правильно? Ну, уже давно нет, но когда-то были времена, что я была, но в целом ты всегда делаешь... Я почему задавала вопросы именно про творчество, потому что у тебя всегда такое сомнение, может быть, идти работать, как нормальный человек, ну, как нам навязали в детстве. Надо вот ходить в офис с 9 до 6 сидеть, надо лишний раз. Женщина не может тебе позволить сказать что-то, тем более матерное иногда со сцены, иногда что-то жесткое, не сильно приемлемое. Мы как-то должны... Ну, а как замуж не выйдешь? По сути, я не вышла замуж, но это не ключ к успеху женщины. Я в этом году, будучи... Мне кажется, это еще возраст, ближе к 30, я начала понимать, что надо брать все в свои руки и вообще чуть-чуть абстрагироваться от того, что от тебя общество ожидает, и все равно, ну, короче, идти по своей линии. И вот это принятие 7 лет мне понадобилось. Я поэтому этот год запомнил все эти. Я, например, даже не подозревал, что у тебя в голове могут быть такие муси, потому что... Вы же видели выступление Вероники? Уверенные, жизненные. Я бы никогда не подумал, что у тебя внутри какой-то такой конфликт происходит. Постоянный. Тем более, я был удивлен, что вот наряду с пацанами, ты же единственная была на тот момент, она уверенно выступает на уровне, и в принципе, это же в общей массе отличается, и всегда вызывает поддержку. Как минимум, факт того, что женщина выступает, это уже большой бонус. Поэтому... Ну, да, но вот именно принятие того, что, короче, перестать сравнивать женский юмор с мужским, вот это все, я очень много над этим работала, чтобы девчонки, комики появлялись, чтобы они не боялись выходить на сцену. Поэтому я супер поддерживаю. У нас же был фестиваль буквально недавно, Алемфест был в Алма-Ате, и когда я вижу, что девчонки выходят, комики становятся больше, их никто не растил, они просто выходят по своему собственному желанию, и они очень смешные. И мне хочется каждого поддержать и сказать, что типа, да блин, делайте, что хотите, это круто, проявлять себя. И там местами девчонки намного круче выступают любых пацанов, которые говорят, что типа, юмор не для женщины. Поэтому... Я такое вообще не замечаю, у меня... Потому что вы с мужского взгляда на это смотрите. Потому что вы мужики, блядь, нихуя не замечаете. Я так не говорила, я так не говорила, я так не говорила. Вы мужики, вы дальше вот это вот, масло-масло, машина-машина. Есть смешной комик, есть тот, который тебе лично не нравится. Это субъективно, и все. Никогда не было такого, что другой пол, как ты можешь... Мне кажется, многое вы сами для себя придумываете. Потому что у меня ни разу эта мысль не посетила. Понимаешь, что вот женщина-комик, бой-бай, не был, не стержатор, кетендер, кортендер, ни года не было такого. Это у вас, Марат. А все равно мы живем, я же вижу, очень большое количество людей. В комментах много сидишь. Я если в комментах сижу, я там тоже говнюк. Да? Хотя я мужчина. А ты знаешь, а ты знаешь, что, ну, как бы, возможно, это один такого рода коммент из ста, остальные все позитивные, и ты, наверное, зациклилась именно на этом. Нет, 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 нет. Я четко уверена в своих ощущениях, что я очень много с комиками, девочками разговаривала. В целом, внутри индустрии это есть проблема, и она решается, и это круто, что нас становится больше, что мы проявляемся. Короче, эти ощущения, они не навязаны, вы не сможете меня в это перевести. знаешь как, Верон, резюмируя, вот когда я говорил про год знакомств, и когда я говорил о том, что у многих оказываются такие же проблемы, как и у меня, и так далее, я думаю, тут то же самое, синдром самозванц, когда ты думаешь о том, что, типа, то, что с тобой происходит, ты этого не заслужил, что там, типа, все на тебя смотрят и там говорят о том, что ты не смешной или не смешная, но на самом деле вот это вот как раз таки нас очень сильно объединяет, мне кажется, эти мысли, потому что я не знаю, что тебе нужно еще, Вероника, чтобы ты точно поняла, что ты, подожди, вот я езжу по городу, вижу тебя на наружной рекламе, я открываю журнал, ты форс с 30 до 30, мы ебать, как долго до этого будем идти, но у тебя же все круто. Так вот, я и говорю, что в этом году я наконец-то пришла к ощущению, и что всего достаточно, что даже если ты не на билборде висишь и не на обложке Форбса, все, что ты в моменте сейчас делаешь, этого достаточно. Главное, вот, ценить этот момент и не забывать себя хвалить в нужный момент, потому что иногда люди в окружении недостаточно понимают, насколько слово иногда важно, поэтому я, например, не стесняюсь сказать вам, Марат, что вы ролл моду, вот это популярно, и что вы пример, да, в плане юмора. Я не стесняюсь проявлять эти эмоции, потому что для меня в какой-то момент мне этого не хватало в жизни, что мне нужно было прийти к тому, что я сама себя должна похвалить, для того, чтобы прийти и дальше продолжать, ну, как бы, что-то писать, выступать, уволиться с работы и так далее. поэтому, да, в этом году я поняла, вот о чем ты говоришь, я приняла себя и то, что я делаю, это очень круто. Вот и все. Мне кажется, это классика. Подытоживая, да, пожалуйста, не стесняйтесь разговаривать друг с другом, говорить друг другу комплименты и не говорите друг другу исключительно негативные моменты. Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных фраз не стоит опасаться, давайте говорить друг другу комплименты, ведь это есть любви, счастливые моменты. Как здорово. С Новым годом, друзья! Это был Марат Равнатин. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы ошибившись раз не ошибаться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Марат, у нас есть небольшой подарочек от команды Айтпа, это Новый год. Извините, вишли с ней получили. Дело в том, что когда мы разговаривали немножко про Сочи, и каждый раз, когда мы отправляемся в Сочи, как впервые в жизни, мы берем с собой маленький стартер-пак, который якобы нам должен помочь пройти в самые дальние дали. Я думаю, ты догадываешься, какие это, собственно, презенты, когда мы заходим к редактору, и в нашем случае ты старший наш товарищ по КВНу. Это ни в коем случае никакой не намек, это просто дань уважения тому, что было раньше. Это классный подарок. Возьмите нас в высшую лигу, пожалуйста. Здесь должна быть аннотация, друзья. Это международный подарок. На самом деле, все, кто как бы ездил за границу по КВНу, они всегда с собой возили казахстанский коньяк и казахстанский шоколад, как сувенир из Казахстана, и практически раздавали всем. Это, в принципе, бренд наш был, да? То есть, если где-то на столе стоит коньяк Казахстан, значит, казахи где-то здесь. Рахмет, это очень ценный подарок. Спасибо большое. Это был Марат Оралгадин. Давайте поаплодируем. Я ей говорю, Гальгадот, смазка – это рабочая тема. Не знаю, девочка не знает, что такое презервативы, женщина, не знаю, лубриканты, адюрекс, все вкусы, коктейльная вечеринка. За мой счет всех погнали. Коктейльная вечеринка? Ты что, мемами общаешься? Ну, допустим, но у меня есть для вас, пацаны, неудобные вопросы. Дамир, что для тебя сексуальное в плане мест есть? Коктюбе? Не в этом плане. А, ты имеешь в виду сексуальные места на теле женщин? Да. Ну, раньше я считал, что это ямочки, а вот недавно я прочитал, что ямочки, оказывается, это мутация. Но мне все равно нравится. Поэтому всем мутантам сау-малейкум. Да, но если серьезно отвечать, то сексуальные места это любые места на моей любимой жене. Умеет правильно ответить. Подлезал, так подлезал. Мадьяр Нурмамбетов, есть вопрос для вас. Да. Смотри, сексуальные вещи в плане одежды? Чокер, чокер. Так банально? Ну да, мне понравилось. Супер банально. Еще, супер банально? Да. А вот эти вот, например, чувочки, которые вот тут начинаются, вот тут заканчиваются, тут какая-то весюлька, ну ладно, на себе показывать не буду. Но знаешь, что точно антисекс? Это вот гамаши. Гамаши? Ну, подштанники, без разницы. В смысле на теле женщины или мужчины? Я только про женщин говорю, брат. Верон, скажи, что для тебя сексуальность? У мужчин орфография очень сексуальна. Поздоровался, красавчик. Во всяком случае, всем привет. Не знаю, еще, широкие джинсы, очень сексуально. Скини сжигаем, не надо. Широкие джинсы, классно, сексуально. И все? Да. Мне многого не надо, если ты не заметил. Просто подойти в широкий штан сказать привет? Ну пусть будет так. Ну ладно, если вдруг вы пребываете в сексуальном настроении, месте или одежде, всегда лучше с собой брать пачку дюрекс. Вон, даже у Вероники теперь есть. А можно два? Мадьяр, мы все рано сегодня. Мы же обещали Каминал, чуть ближе к финалу. Никому ничего и не обещал. Вот, ребята, угощайтесь, сама готовила и здесь стояла. Как дела? Спасибо тебе, что ты пришел, во-первых. Спасибо, что позвали на новогодний выпуск. Я такой, мне так хорошо повезло, что у меня график, звали же до этого, и график не совпал. Я такой, good, на новогодний выпуск, на что-то особенное приходить. А мы приходим на обычные выпуски. Спасибо большое, настроение офигенное, Новый год, праздник к нам приходит. за рекламу нам не платили. Но настроение у меня прекрасное, классное. Круто, круто. У нас в целом сегодня задача подвести итоги года. Вот это очень популярная тема. Мы до инстаграмовской темы хотим подвести итоги года и просто повеселиться. Поэтому, если у тебя есть какие-то заготовочки, пожалуйста, в студию. Сегодня мы хотим усеки, мы хотим все сплетни Голливуда вот сюда на столб. Список Айки нам нужно обсудить. Список Айки? А почему бы это не сделать? А почему бы это не сделать? Наконец-то есть соподвижники. Мне пишут в личку, а что ты список Айки не обсуждаешь? А я такой, не врубаюсь, что это за фигня такая? Тебе проду подруг своих жалко, она младает. У меня подруги в этом списке, я погуглил, ну, я такой, окей, примерную эту идею поймал, но этот, мне интересно с вами обсудить. А чё, они первый же день начали искать знакомых и угорать. Мне Матик написал, Вероника, я нашел тебя в списке, я чуть охренела. Да, ты же на меня написал в телеге, в первую очередь, но ты угорал. А где вы его увидели? Список, потому что я гуглил, я ничего не нашел. Включай аэрдроп. Давай. Не, вот серьезно, кто там есть? Матик распечатанный есть список с фотографиями. Знакомы ли тебе треки, типа оу-сен-е-мес, оу-сен-е-мес. Чё-то такое, чё-то такое, припоминаю. А, там типа шоу-бист, шоу-бист, вот такая тема. Нет, он не работает. Он только один там был. Список не работает? Нет, 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 он. Что не работает? Аэрдроп? А Мадьян не работает? А, он типа был в списке, он сейчас не активен, да? Пусть будет так. Нет, нихуя, подожди. Я вообще думал в этот список себя добавить просто и дальше пускать по WhatsApp, чтобы люди думали, нихуя, у него деньги есть. Да. Ну, у меня к эскорту вообще ноль претензий. У меня больше вопрос был, кто такая Лав Айка? Вот это у меня вопрос был. Кто она? Она, оказывается, популярная. Я тоже не знала, кстати. Если я её не знаю, то, наверное, популярная. Мне кажется, популярная, ну, популярность её впоследствии нагрянула. Да, то есть, типа, она, я так понимаю, занималась Инстаграмом и продвижением своих, как сказать? Услуг. Я не думаю, что своих. В общем, она что-то вроде сводничества. В этом пытаются, пытались её уличить. Я так понимаю, у них получилось. Listen, зарабатывайте. Ладно, мы не нарушаем закон Республики Казахстан. Но мне ок вообще. Делайте, что хотите. Да, конечно. Вообще. Если бы я был, listen, если бы у кого-то был фетиш на ДЦП, я бы в эскорт пошёл бы. Я был бы очень дорогим. Ага. Если бы кому-то, у кого-то возбуждал конченый смех, я бы тоже пошла, честно. Да, да, да. Просто на ушко налила бы. Это вас, конечно, просто так и сет. Вастолько это держит? Типа, вы не можете людей с таким фетишем найти, я могу найти вам. ДЦП. Нет, ну, давайте откровенно. Вот смотрите, вот сегодня выложили такой список, а завтра выложат список, ходят боди-массажку кто. Я посмотрю на ваши лица тогда. Вам не будет так весело. Почему ты на меня так смотришь? Как будто я в боди-массажках фоткаюсь. Я вообще не ходил. Я не ходил никогда у меня дома домашние боди-массажки. Это как? Ты ловайка в своей хате. Вызов на дом. Как это домашний боди-массаж? Такой домашний хороший. Да, вот так, сливочное масло беды. Наваристый массаж на зиму закатал. Вот такой. Не трогай сейчас это зимой все. Да не, побудем массажем, ну что, ну зачем? Это же новогодний выпуск. А что нового произошло за последнее время у вас? Что-то интересное? Что у тебя? Ты ездил в Америку недавно. Да. И мы плюс-минус пересекли, в одно и то же время почти были. Почти-почти. Да, в Америке был по приглашению госдепа инагент, хеллоун. Но все такие, зачем тебя пригласили? Я учился как школьник в Америке и это программа, по которой я ездил исполнился 30 лет. Я был в госдепе в Вашингтоне. У нас был официальный прием. Там, где обычно президенты тусуются, нас таких, всех, кто нас завели. Мы там со всеми чоками все на нас просто на... Я ушел туда пьяным. Я никогда не думал, что когда-нибудь в жизни я уйду из госдепа пьяным. Просто ухожу и такой «А это что, колесо?» Мы ушли настолько пьяными, «Американцы умеют тусить?» А ты не бухал так, что выходишь и такой «Сорос, хуйня, ебана!» Нет, нет, нет. Это я его начальника тусую. Нет. Кого? Сорос. Так, Сорос же сейчас против всего этого выйдет. Сейчас это госдеп и Сорос не дружат. Вы не знаете, да, такое? Вы вообще не гуглите, да, такое? Я вообще не понимаю, о чем речь. Госдеп. Госдеп. Это... Это что? Государственная департамент. Это ладно, второе, что вот это? Сорос. Это организация некоммерческая. Сорос — это фамилия. Джордж Сорос есть чувак старый. Он, короче, очень долго дружит вообще, по идее, со штатами и спонсирует очень много всяких благотворительных штук здесь и вообще по всему миру. Ну и ходят случаи, что он активно использует пропаганду западную, это все-все-все-все-все. Вот. И типа со штатами. А сейчас же он Палестину поддерживает, поэтому этот со штатами так разошлись. У них брейкап случился. Ой, резкий переход с боди-массажа в политику. Мы сейчас выглядим так, как будто, знаешь, вот 0000 отгремело и мы на кухне остались уже про политику пиздим. Так вот, вот, короче, в штатах был, в госдепе, потом поехал, навестил свою хост-семью, это семья, с которой я жил, когда в школе там учился, и потом поехал в Чикаго, где я учился в универе. Вот. И месяц потусил в штатах, вот приехал. А можешь объяснить вопрос, не в контексте вот этого хост-семья? Короче, я когда школьникам меня отправили по программе, все бесплатно, от начала до конца стипендию платили и так далее. Я жил с приемной семьей, с которой я жил. Там у меня хост-братишка, хост это типа приемный. И мы так называли, типа хост-мама, приемная-мама, о нет, принимающая-мама. Принимающая-мама, принимающая-папа, принимающая-братишка, понимаешь, сестра. Я вот у них неделю провел. Ты принцип понял, да, бро? Принимающая. Хост добавляешь к сестре, хост-бабушка, хост-собака, хост-машина. Вот. И вот я с ними пожил, прикольно, увидел свою старую школу, все так же. Я так рад, что я закончил школу и универы, все-все-все. Вот. Хочу, видел Колорадо. Я жил в Колорадо, и потом уже в универ поехал в Чикаго. Круто. Но я, знаешь, недавно ко мне подбегает Мадзер Нурмамбетов, я не знаю, можно об этом говорить или нет, но вроде как можно мы договорились, что говорит, меня Даммер уничтожит. Он сказал, я еду... Ты сам расскажешь или мне рассказать? А, я еду, да, по одному проекту. По одному проекту. Да, 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 да. Короче, это... Вы не договорились с ним? Нет. Я только дурочку включил, я такой, а мне можно потом говорить? Да, 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 мы едем по одному проекту, в Штаты, снова лечу. Я только-только оклемался от jet lag, как тут у меня снова этого заварушку. Какая-то проблема у белых людей. Такая, да, jet lag. Да, мы с Мадзером летим в Соединенные Штаты Америки. Вот. Расскажи, с кем ты летишь? Зи, Азиз, Азиз где-то? Азиз и Эльдана Форайс. И я. А что... Классно, классно. Можно вопрос? Вопрос? Да. Укрытие просить или что? Укрытие. Я сам был удивлен, когда меня позвали в такой тусовке. Какую? Какую? В неожиданную, как минимум. А что такое неожиданное? Ну, смотри, если бы, я не знаю, очень легко, если бы тебе, например, предложили поехать в Штаты с Аяном из Рекетира, ты его так представляешь? Не, я имею в виду, насколько, ну, то есть мы с тобой познакомились вот по ходу подготовки к этому проекту, и мне было очень лестно, что вы меня выбрали. И Штаты, блядь, увижу наконец-таки. Что ты первым делом хочешь сделать в Штатах? Я хочу, это, кстати, вот тоже, отчасти, вот, как будто мысли материализуются. Я в выпуске Заньяра Молшинов говорил о том, что мне в Америке вообще особо ничего не нужно. Ну, типа, я хочу просто в Новый год побегать по Нью-Йорку, как будто за мной, блядь, мокрые бандиты, знаешь, вот это, как в один дома. И один в один так и происходит, прикинь, под Новый год мы собираемся туда. А кто бандиты? Да похуй, я найму кого-нибудь, пусть за мной побегают, я буду как Кевин, блядь, ходить, бриться, блядь, и потом орать. Вот так я хочу. А ты же была в Америке недавно. Была. И как тебе там? Мне очень понравилось. Я второй раз, я ездила в Лос-Анджелес, у нас были концерты с классным комиком с Грузией, Лука Хиникадзе его зовут. Может, кто-нибудь знает в зале? О, класс. Вот. Лука классный тип, и вот мы с ним с двойными концертами покатались, очень было здорово, на самом деле. Я просто, у меня был шорт-лист перед поездкой, что мы хотим с ними сделать в Америке из таких вещей, которые, типа, ну вот, из детства. Вот. Мы ничего не сделали, но составили этот список. Поэтому я к сегодняшней нашей встрече, вы же поедете туда, я вам скину этот список, а вы вообще что хотели бы вот обязательно сделать в Америке? Зи, ты же ездил туда, может быть, ты дашь какие-то лайфхаки? Что надо делать там, когда ты первый раз в Америке? Да, я в Штатах, побывал в 30-ти Штатах, но для меня Америка, ну, типа, я ее знаю и так далее. Ну, в Нью-Йорке посмотреть на крыс в метро, мне кажется, отрезляющее, идешь, идешь, там огромная машина перед тобой, ты такой, ааа, ты рушишь мою мечту. Я уже себе думаю, я когда будем в Нью-Йорке, я буду просто смотреть на Мадьярова так, типа, что он думает? О, бомжара ублажает себя. Вот, вот, меня. Вот такой трип нас ждет. Ты в метро можешь зайти, и там кто-то будет сидеть, и это... Там бомж ублажает себя, я такой, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Да? Вот это, крысу, бомжар. В списке первый пункт вычеркиваешь. Посмотреть на бомжар. Мы попадем просто еще под Рождество, и это будет волшебное время, везде будут, знаете, люди еще больше ругаться друг с другом, сейчас снег, холодно, но Нью-Йорк. Так, окей, мы только что побывали в 30 штатах, побывали немножко в Лос-Анджелесе, давайте сдвинемся больше в сторону Садпаева-Брусиловская. В двухкомнатную квартиру. В двухкомнатную квартиру. Дамер, что у тебя интересное? Вы хотите узнать? Что интересного происходило в жизни? Блин, ну, наверное, это сейчас мы по Ютубу пойдем. Я ничего не делаю, я просто сижу в Ютубе, вы каждый раз спрашиваете, у вас это дохуя, что происходит? Я вот сидел, дома полежал 3 дня, приезжаю, говорят, Вероника в Америке была. Тебе дома кто-то доставляет, да, информацию? По нам. Говорю, ну, давайте обсудим Найт-Па. Все. Подожди, это у тебя активное решение ничего не делать или это просто жизнь отказалась работать? Скажи, какая жизнь скучная, блядь? Да, блин, не знаю. Просто не хочется ничего делать. Холодно на улице? Куда идти? Сейчас холодно, офигенно вообще. Вау. Он просто из дома не выходит. я недавно еще написал пост, что, блин, я огромный стресс испытываю, когда одеваюсь зимой. Знаешь, когда надеваешь сначала подштанники, потом надо их заправить в носки, которые чешутся, потом ты сверху надеваешь футболку, потом еще джинсы надеваешь, футболку нужно заправить между джинсами и подштанниками, чтобы ничего не вылазило, потом сверху кофту надеваешь, потом куртку надеваешь, потом в куртке еще ключи, у меня ингалятор в куртке, потом еще есть, что я сейчас в карман, карточка есть. И, короче, я всегда, когда выхожу, я думаю, что бы, сука, не забыть. Иногда я забываю дезодорантом попользоваться, и я начинаю заново раздеваться. Ты из Астаны сюда летаешь, что ли? Я что-нибудь мог понять? Дрэскот такой. Нет, я здесь так делаю, но не доделываю и остаюсь дома. Если вам интересно, что происходило в моей жизни недавно, у нас было, мы сейчас в Туре со Славой Никифоровым и в одном городе на наш концерт пришла, вы не говорите, вот Дамер знает, да, по-моему, вы не говорите, пришла зрительница, девушка с варианты ответа. Нихуя себе. Это настолько буднично для вас. Да с козой она, наверное, пришла. Реально, пришла девушка с козой на концерт. Я еще сижу, думаю, интересно, на козу покупали билеты или она... Вряд ли она сама на сходе, блядь, бронирует и все. Как она это аргументировала? Она сказала, вообще-то, коза это топ-5 умных животных. Она же этот, привет Сири, билеты. Как еще раз номер вашу козу отыграть? Пожалуйста. На монтаже мы еще раз встаем. Это было удивительно для меня, то, что пришел человек с козой. Более того, Гаврюша, я никогда не забуду эту козу, полгодика ей, черная. На нее сейчас собирают документы, чтобы они улетели работать со своей хозяйкой в Таиланд. Я ваху у козы документы. Я прям, представляю, она в цон, блядь, на загранник фоткается, блядь. Блядь, скоро вместо меня здесь коза будет сидеть. Коза, дельфин, охуительно, простите, вообще. как шутки заходят. А что они там будут делать? Как она будет работать, коза? Я сам в шоке. Это коза или козел? Я ваши кинки не осуждаю. Вот коза. И каково мне было, когда вот это происходит на концерте, и я захожу в Инстаграм, и весь Инстаграм в концерте 50 сента. Насколько полярной жизнью я жил в этот вечер, что там 50 сент, у меня коза на концерте. У него, у фифтика, я думаю, животных мало было. А какие шутки на козу заходили? У вас бывало такое? А коза со всего рвалась вообще. Это удивительно. Диктофон я еще поставил, там смех, смех, бе, вот такое. Ты думаешь, как реагирует, блядь, на эту шутку? А как ее впустили? Ее бы часто впустили, она так сидела в первом ряду, где она сидела? Это у них так таргет настроен. Коза в вечернем платье вот так сидит, чуть-чуть заигрывает, блядь, вот так. Не, я не знаю, вот просто пришла, никак не аргументировала, говорит, ну, топ-5 животных, ну, окей, окей. И давайте фифтика обсудим, концерт фифтика. Вы вообще в курсе? Ты как с ним, фифтик? Я просто никогда в жизни, вот год назад мне скажите, что фифтицент будет выступать на Рыскулова мамушала. Блядь, на Рыскулова мамушала выступает чувак, в которого 9 пуль ебнули. Возможно, после концерта. Я был невероятно удивлен. А вы видели, что кепку фифтицента продают за сколько, 20 миллионов тенге, да? 20 миллионов? я хата как-то очень грубо сказал. Ты хочешь купить? Нет, я хочу найти лоха, которому я продам за 25, шеф 5 себе. Он вот так швырнул, и... Это точно прям фифтика? Не так, что просто, смотрите, с преподавателем в English Club объясняли, блядь, и отвечают, это фифтика. Я не знаю, но да, слухи говорят. Вы бы когда-нибудь купили хоть какую-то вещь знаменитости? Вот какую-то вещь. Перчатку Майкла Джексон ты бы купил? Нет. Зачем? Ну, не знаю, это же икона, типа Майкла Джексон. А вещь, вещь причем. Ну, просто под Майкла Джексона. Ну, кроссы Майкла Джордана пизд продают там за огромные бабки. Ну, ты бы купил? Если бы были огромные бабки. Например, сколько стоят кроссовки Майкла Джордана? Ну, я думаю, лямчик баксов можно смело. Я еще так буднично говорю, да лямчик баксов там типа. Туда переводить, блядь, тоже должен быть какой-то фетиш, блядь, нюхать пот Майкла Джексону. Зачем покупать так дорого? Я бы, знаете, что купил? Я бы купил ножи Бритни Спирс, с которыми танцевалась же. Вот это я бы купил. Вот это можно было в рамку и вот так повесить. Обожаю. Вообще, Бритни Спирс фри Бритни. Она сейчас, конечно, еще больше, еще больше рельс сходят, но я бы I love it. Она хотя бы свободно, с ума сходят хотя бы на свободе. I love it. I love it. А так, чтобы другие вещи покупали. Вот сегодня, в этом году я был на концерте Бейонсе, я кайфанул, я просто, это мечта детства, у меня вообще было похер на 50. Я когда увидел Бейонсе, такой, все, моя жизнь сделана, классно. Но чтобы так, настолько офигевать и покупать что-то, нет. А вот она живет не Спирс. Потому что, это навсегда останется в истории, да, я их не буду трогать. А прикиньте, например, продать эти ножи ресторану какому-нибудь, и потом ресторан будет готовить с этими ножами, эти блюда можно продавать x10, x20. И вот такую тему хочу замутить. Iconic. Типа, ребай, порезанный ножом Бритни Спирс. Вот так? Excuse me. Или даже элементарно донер порезать. Этими? Все? Он не... Сколько донер стоит? 1750? Вот так. 50 тенге добавил. Сейчас, сейчас только донер, где не знаю, можно 3 нолика добавить в конце, мне кажется. Я бы добавил. Можно донер ассорти и вот Бритни Спирс, который. Что называется? А где концерт Бейонсе? Первый раз в жизни на концерте Бейонсе? Я офигенно. Я один из тех сумасшедших фанатов, которые я купил випку. Это Барселона. Я помню, я смотрел, дома, она передо мной. Она перед мной танцует. Тетке сейчас 40 лет, то есть это не вот это, то есть она там половину концерта просто стоит. Я думаю, вот тварь такая. Мы-то все, мы-то все кайфуем. Мы такие, ааа. А вновь я после сижу у себя в отеле такой, эта штука не танцевала практически. То есть я иду элементарно о-о-о-о-о-о послушать, да? И мы все о-о-о-о-о и она на сцене вот так элементарно стоит и такая вы! А теперь вы! Ну, типа, знаешь, харизма у... Excuse me. Харизма у Бейонса, она такая, ну, типа, просто сидишь и энергия. На одном концерте со мной была, вот на этом же концерте в этом же стадионе были Саймо, Назима, потом Биржана с Дианой. То есть у нас куча людей было. Блин, я подумала, они выступали тоже. Ага, да-да-да-да. И мы все это поняли, что типа, во, эта вот энергия, она просто смела нас всех, но постфактуме такое, вот, тварюга. Я же заплатила, я сидел и думал, это же я, получается. Она просто стояла и пела. Обычно такое делают 50 лет. Сколько билеты стоили? Сейчас, я скажу. Окей, ладно. Билеты, один билет стоил 1300 евро. Да. И вы пели за эти деньги? Да! Да, блин, за нее, знаешь, караоке было иногда до угощения. это, сумасшедшая энергия была. Потом еще, знаешь, ты заходишь и тебе дают две монетки. На эти две монетки можете сдавать два напитка. А по какой-то непонятной мне причине в моей секции были практически все афроамериканцы, именно, потому что билеты в Европу были дешевле, чем в Америке. В Америке эти же билеты в этой секции стоили 3000 евро, 2000 долларов. то есть им было легче, дешевле приехать и купить билеты в этой секции и русские. Я там сижу со спокойствием со своими друзьями, у нас четверо было, там четверо людей, мы там болтаем, и я слушаю русскую речь сзади, я такой, окей, Балдар, мы сейчас говорим только на крыльском, или на крыльском. Мы сейчас притворяемся, что мы совсем ничего не понимаем, в случае чего просто обмениваемся друг другу глазами даем понять, что мы хотим. И какая-то очень странная комбинация, и нам дают каждого были по две монетки, и эти две монетки можно было обнять на один напиток. Я, короче, я пью только просека, даю, а там текила, блин, нам надо было накидаться, потому что после, я на 30-й песне понимаю, русские набухались. Просто, знаешь, вот жух, и одна девушка уже лежит и поет просто комбинация, я думаю, что true? А нам еще вначале раздают бокалы и бокалы пластиковые. Я такой, это что такое? Мы сколько заплатили за билеты? И к концу я понимаю, все разбитые бокалы лежат вот так, и там вот здесь лежит девушка, вон там лежит парень, думаю, блин, все почти веселится один, я там сижу, мне жалко 6 долларов, 6 евро, 6 евро один бокал пластиковый. Вот. И вот здесь вообще наша секция, и вот там вот эта золотая коробка, где знаменитости все были. И то есть я каждые 5 минут поворачивался, свой телефон доставал, и так увеличил, пытался понять. В итоге на моем концерте никого не было, а на других были все. Козы не было, козы. Козы не было, да. я вообще не понимаю, зачем на такие концерты ходить. Ты платишь 1300 долларов, сам поешь, ты видишь вот этого человека очень далеко и слышишь как с магнитофона какого-то, просто громко. И все, и это же 1300 долларов. Никак с магнитофона. А у тебя что, не было людей, которые ты прям с детства такой ох? Ох? Ох. Ох. Прямо ох? Никого? Из певцов? Да. Нет, блин, это... Давай, придумай. Ну, любимую группу назови свою. Ну, блин, я на русский рок ходил, но там действительно... Что не так? То есть ты русский рок? Зи говоришь, я не понимаю, зачем ходить на концерт Бейонс. Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Он же... Ты же далеко стоял? Ну, да. Сейчас я объясню. Смотри. Во-первых, русский рок вживую это вообще другое. На нашествии были? Нашествия. Нашествия это типа митинг в России? Что это такое? На нашествии вот так же тоже лежат люди пьяные и поют. Это фестиваль? Да, это типа фестиваль. А-а-а. Типа... Ну и звук там... Они так играют, что ты звук этот не можешь услышать такой же, как ты слышишь в магнитофоне. На тот момент был магнитофон. Магнитофон? Я просто старый. С одной стороны, я понимаю. Я бы, например, если пошел на концерт в фифти, я ни хуя не понимаю, что он читает. Я вообще не понимаю. Я английский вообще ноль. Но это фифтик. Я на кинди-шоп две строчки смогу подпеть. Какие? Ту-ту-ру-ту. Давай, давай. Три получается? Давай. А-а-а. А-а-а. Это одна. А-а-а. Кэнди-шоп. Ну и дальше там вот это выдумывай. А-а-а. А-а-а. Воу. Ну этого достаточно, чтобы быть на концерте. Даже фифтик так поет, кажется. Видели видео, где он видео, что это? Видеоприглашение фифтика на концерт в Алматы? Эй, оу. А-а-а. Казахстан. А-а-а. 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 Вот так сказал. Я такой, э-э, фифтик. Мог бы подучить, родной. И русский рок там примерно вход. Нет, я до сих пор же сравниваю. Там вход по запаху. Ну на тот момент тысяча тенге было. Не тысяча долларов. Тенге. Даже не рублей. Тенге был. Когда я слушал. Это типа сенсейшн только с водкой, да, получается? Маркафон. Мне надо свои референсы. А сколько тебе лет? Ну, столько, что я не понял, что такое сенсейшн. Зи, короче, это как сенсейшн, только все не в белом, не сенсейшн, а все в заблеванном, понял? Вот так приходят за штукарь. Штукарь ты нормально сидел, братан? Штукарь ты хорошо? Это тема 2007 года. Сенсейшн? Да. Ух, блин. А че? Что такое сенсейшн? Сенсация? Ну, переводишь ты охуительно. Все, классно. Все, вместо Мадика померьте с нами. Спасибо, не надо. Так вот, концерт, штука тенге. Ты где сидел? Мне вот это интересно. Хоть где можно ходить? Можно до сцены пройти и просто занять места. За двушку можно выступить, да? Вот так? Ну и такие, там, такие нормальные звезды, типа Земфира, Сплин, вот такие выступали. За тысячу тенге? Да. Одну песню каждый исполняет? Нет, по пять, шесть песен. За штуку они должны выходить, по очереди, рыгнуть в микрофон и уйти. Если эта штука выступает Земфира. Это очень давно. Алматы с маленькой буквы и уходит. А когда это было? В каком году это было? 2000. Сейчас я вспомню возраст свой. Мне где-то лет 15, 13. 13 лет, примерно. Безин молодеешь на глазах. Я же Баттон, Бенджелин Баттон. Ну вот 13 лет, сколько мне было? 93 плюс 13. Ты говоришь, я старый такой. 2006 год, как раз Сенсейшн не было такой хуйни. Как долго? Как долго? 2006 год. Окей. Сенсейшн был тогда? В 2007 ты сказал Сенсейшн? Давайте разберемся. Бля, я никогда в жизни не представил бы своей жизни, что вы вдвоем будете спорить за Сенсейшн. Да. Где дамер говорит Зи, в 2007 же Сенсейшн? Да. Я сплин обожаю. мое сердце остановилось. Это моя любимая песня, которая у меня с сердцем с отцом. И у нас нами нет. Ну типа праздники все дела, я в семье же себя вспоминаю. И типа мое сердце остановилось, это у меня тут, тут, тут. Поэтому да, классно. А, да, песня. Все остальное не знаю. Вот. О, шо? Зи, скажи, мне всегда сложно, то есть, когда меня спрашивают, чем занимается Зи, я говорю, он ведет свой блог, но это же не одно единственное, чем ты занимаешься, верно. Я насколько понимаю, ты, либо я путаю, либо это так, ты еще... Либо мы не того позвали. Джон Вик же, верно? Нет. Ты еще диджеишь. Почему я его так показал? Диджеишь. Да, я диджею, я сейчас, у меня повышение квалификации. Это к чему было? Окей. Thank you. Этот, а, да. Я сейчас, у меня повышение квалификации, да, я диджею, я сам из Бишкека, я здесь живу буквально полгода, и поэтому пока здесь, типа, обосновался, пытался понять, что, к чему, где двигаться, как блогер просто двигался, но диджеинка ставил на заднем плане. И вот, да, я диджею на вечеринках, на балах, влог-балах, просто на днюшках, да, принимаю ваши заказы. Дорого стоит, диджеи, сайд у тебя? Я не знаю, дорого стоит, wait, hold on. Наверное, сейчас да. Ну, типа, сколько? Я не знаю. Слушайте, мне нужно по концу... Э, вот сейчас, я тебе скажу какую-то сумму, потом мне скажут, вы же столько сказали, много. Тогда не будем пикать, да? Да. я не знаю, я не знаю. Да, я бы, что диджеинг у меня, это то, чем я занимаюсь, потом куча другого будет происходить, а так блогинг пока что, пока что, это то, чем я занимаюсь фулл тайм, да, реклама, как все остальные люди. Можно я спрошу такой вопрос Какие подарки вы ожидаете На предстоящий Новый год Может быть у вас есть какие-то желания Что вы хотели получить бы В этом году Почему тебе такое лицо Так я же приготовил подарки Да ты что Мадьяр Как это не спланировано мы заговорили Так и вы точно, я забыл просто про них А может быть Для Зи у нас есть подарок Давайте сделаем это сейчас Всегда же есть желание до нуля-нуля Давайте подарим подарки Давайте да, раскроем подарки сейчас Мы не знаем, что мы друг другу Это как Тайли Санта Мы не знали, что у тебя столько долларов есть Мы хотели сделать сюрприз Короче, мы сейчас подарим друг другу подарки Подарим тебе подарочек От нашей команды И мы не знаем, что мы друг другу Короче, приготовили Просто вот решили сделать Вот такой небольшой перформанс Мне тоже хоть что-нибудь принести Да нет, гость, ты сам как подарочек Посмотри, какой ты красивый Спасибо Нет, ты просто на Каспий закинь Ничего такого Короче, Зи, мы поговорили с твоими друзьями Нам посоветовали, если честно Что ты собираешь И от чего ты ловишь прикол Что-то не сильно на богатом Потому что наша передача бюджетная Встречайте, Бейонс Такая 50 сцена, которую чулань не держали Вот, поэтому... Офигенная штука Знаете, у меня смешно... Мы пошли на фильм Бейонса в кинотеатре У меня есть такой огромный черный верь, который такие шумы вытворяют. И люди... А в Казахстане люди такие серьезные. Они все смотрят друг на друга, когда что-то говорит. А я такой... Казас, когда она что-то говорит, типа... «Clab!» Я говорю, мне похуй на вас всех. Я даже пришел с Бионсом часто общаться. Офигенно! Так что можешь прямо его забрать. Спасибо! Это же искренняя эмоция, да, Зиль? Ты реально собираешь веера же, верно? Не, не собирает веера. Это тупая идея. But I love it. Мать, протешу. ASMR. Мне нравится. Я буду утром вставать и свои владения... Да, свои владения, которые арендую, блин. А арендовка... Ладно, это потом. Аренда в Алматы. У меня есть следующий подарок. Мадир, для тебя. Я тоже поговорила с твоими друзьями. И наши общие друзья посоветовали мне... Сейчас, я очень долго выбирала на самом деле. Пакет. Аренда, вы спрашиваете? Аренда! 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 Курица, рыба, а можно без глютена что-нибудь. Мы будем с тобой мимо бизнес-класса проходить таки. Спасибо, Вероника, бизнес-класс. Это что ты в проект влился. Могу вот так в Little Brazil работать. Будете еще мясо? Будете еще мясо? Да, Медля, для тебя тоже есть подарок. Короче, я считаю, что за... Не дай бог, извини, пожалуйста. Не дай, блядь, бог. Что сейчас ты ему достаешь Nintendo Switch. А я сижу, ну я рад за даммера. Три оттенка розового. Короче, даммер. Я вообще считаю, за последний год, вот второй сезон Айкпа, я считаю, что главным открытием этого сезона был даммер. И то, как ты раскрылся в этом сезоне, это очень круто. Если вы считаете так же, можно поаплодировать. Вот. И я купила тебе книжку. С тобой все так? Спасибо. Тоже такая же, понимаете? И моя первая книга. Моя первая книга. С картинками. Спасибо. Вот. Доволен ты? Все? Достоинно? Можно я в Америку? А я выгляжу как недовольный человек? Все, с Новым годом, пацаны. Спасибо большое, Вероника. Спасибо большое. Что, давайте я продолжу. Блин, как приятно. Так. Ага, извиняюсь. Алло, а почему мне мему никто не сказал? Я сейчас чувствую себя таким? Нет, все хорошо, ты гость. Я извиняюсь, я стою просто вот у меня. Судя по вееру. Так, первый подарок у меня, наверное, для Вероники. Так. Ты большая молодец в этом году. У тебя произошло знаковое событие. Ты уволилась с работы. И с небольшим тебе мало времени понадобилось, чтобы добиться того, чтобы быть на обложке Forbes 30 до 30. Сука. Вы видели обложку? Похлопайте, кто видел обложку. Да. Girl. Давайте откровенно. Кстати, это, что здесь пыль? Спасибо. Это после обложки твоей? Спасибо, Ландиар. Вот. И, ну, давайте откровенно. Мы все знаем, что, ну, немножко не оправдало ожидание обложка. Я подумал, что есть огромное количество вещей, где эта обложка будет смотреться органично. Так. Например, подушка. Подушка. С этой стороны не ложись, можно мукой замараться. Поэтому вот так. Это подушка. Держи, держи, держи. С Новым Годом. С Новым Годом. Еще что-то есть. Ну, это шоппер. Но шоппер необычный. Тут тоже у нас Вероника Ким. Пожалуйста, вот тебе шоппер. Блин, эта обложка, это просто мизогиния. А, вообще, дизгустивно. Ну вот будешь лежать, что-то складывать шоппер. Да, круто. Но вдруг ты не будешь знать, сколько время. Да. Без 10 минут мука. Пожалуйста. С Новым Годом, Вероника. Блядь, ты там дальше не айфон с моим лицом? Кружка. С твоим лицом. Ну, блядь, гулять-то гулять брелок. Пожалуйста. Поздравляю, Вероника, с Новым Годом. Еще что-то у тебя? Как футболка. А, магнитик на холодильник забыл. Держи. Магнитик на холодильник с твоим лицом. Да, мир. Я, короче, часто тебя подкалываю за какие-то вещи. Мол, там, типа, ну и ты нас подкалываешь, что мы с Вероникой там иногда бывает как-то по-другому одеваемся. И мне очень сильно хотелось тебе подарить что-то эксклюзивное. И при этом дорогое. То, что есть у немногого количества людей. Такая кружка есть только у Вероники. Шучу. Шучу, братан. Ты недавно выиграл PlayStation. Я знаю, что тебе не хватает одного джойстика, чтобы играть с женой. И я хотел подарить тебе джойстик. Держи, брат. Спасибо большое. С Новым годом. Спасибо. Нифига себе, я думал. Ну и как я справился? Все. Моя очередь. Кстати, я не заказывал принт, такие реально продают. Блин, я вот это не хотел, чтобы сразу вытаскивали. Это уже же понятно кому. Короче, это подарок вообще Вероники. Я просто знаю, что у нее появилась кошка или кот? Кот. Кот. И я хочу, наоборот, спасти твои подарки. Я знаю, что тебе много дарят. И я сегодня видел, как кот у тебя что-то захавал. И зацарапал. Да, он сухоцветы жрет. Поэтому можешь вот с котом играться. Это тоже завлекает. Блин, это очень дорогая штука. Спасибо тебе, Даймер, большое. У меня просто кот дома есть. Это здесь. Блин. Все. Спасибо. Поаплодируйте. Блин, прикольно. Так. У меня есть подарок. Я просто в твою сторону посмотрел, извините. Еще Вероникина мама мне дарила носки. Представляете? Она мне еще дала номер. А мне этот... Я стесняюсь очень писать. Здравствуйте, Вероникина мама. Я Мадьяра друг. Это Дамир Сайтпа. И типа лучше я здесь скажу спасибо большое за носки. И вот я дарю... Че, вытаскивать же нам? Ну это просто шоколадка с носками. Я передам маме. Спасибо. Я передам. И пакет. Пакет тоже. Блин, очень мило, Дамир. Я думала, что ты тоже будешь издеваться. Где была издевка? Вообще ноль. Ноль издевки. Я вообще подарки очень серьезно дарю. Спасибо, Дам. Все. Спасибо. Шучу. Плэй стой. Короче, я знаю, что Мадик очень экономный тип. И он любит деньги. И вот любит кофе. И любит всякие... Денежный четверг. Денежный четверг. Все правильно. Это такое кофе. Необычное. Какое-то оно, короче, это, дорогое. Спасибо большое. Там четырехзначное было. От души. И корица. Кайф, братан. Рахмет. Я понимаю, что с этой формой ты хотел бы что-нибудь другое? Хотел подколоть. Я открываю рот. Какое-то маленькое. Как вы относитесь к подаркам вообще в целом? Ну, я теперь положительно. Мне очень нравится. Зи, у тебя были какие-нибудь подарки, которые тебе дарили, но тебе явно не понравилось? Не сегодня, а в целом. Типа не так, чтобы пять минут назад. Но нужно было сделать вид, что вот это то, о чем я мечтал. Короче, у моей мамы была традиция. Пока я жуткий Поттерхед. Я прям обожаю Гарри Поттера, все дела. И она мне дарила эти, ну, книжки Гарри Поттера, которые выходили, дарила или на день рождения, или на Новый год. После говно. Я такой, я себя улыбаюсь. Мама, спасибо. Спасибо большое. Она придумала тебе, тебе, наверное, нравится вот это. И дарит одежду. А вкус моей мамы, я где-то в 15 лет уже начал. Мне вот это все родилось. Внутри я так уже, но носить все подрать не буду. И она любила дарить мне одежду. Ну, типа, тебе же надо. Я говорю, мама, Рачон Рахмат. Да благословит вас Господь, честное слово. Я делаю вид, что мне все нравится, все нравится. Но вот это, мам, очень люблю, спасибо большое за это. Но чаще всего эта одежда остается в родном городе. Так ужасно, я так ужасный сын. Ну, вот такое есть, да. Я выросла в семье врачей, и моя мама постоянно была на дежурствах, и иногда сильно загибалась на работе. И бывало так, что она забывала о том, что утренники бывают в детском саду. И я помню, я не знаю, у вас было такое, когда ты маленький, идешь в детский сад, а на тебе вот эта дубленка, пиздец тяжелая, вот это. Она, ну, она больше тебя весит. А, бронежилет, да. Вот это. Еще вниз, мама на меня надевала колготки, гамаш, как даммер одевается сейчас, вот так. Сверху комбинезон такой баллоневый, и сверху еще дубленку, в Уральске было холодно. И еще у меня была огромная шапка-пиздец вот такая, которую я ненавиделась. Как в слово пацана, да, вот такая? Наверное. Вот. И она огромная была, неудобная. И мы пришли, я помню, на утренник, и они такие, а где Вероника в костюме кого? Чушь в бананке. Это же Вероника, Адидас. А мама такая, ну, она очень много работала, ее можно понять. И она такая, блин, а я типа забыла, что сегодня, короче, утренник. И с одной девочки сняли часть ее костюма, и мы попилились с ним пополам. Я была в костюме снежинки, но в комбинезоне. А, ну хорошо так. Прикинь, если бы с ребенка сняли половину костюма, а она русалочка. И просто ты вот так в дубленке с хвостом. Нет, я думал, наоборот, обычный человек стоит. Обычный человек стоит, хвост забрали. А я помню, в детском саду мне папа готовил костюм Робокопа. Помните Робокоп все дела? Но Робокоп же черный или серый, что-то такое. А папа из обычных коробок мне вырезал все дела, и он забыл покрасить. И там вот эти все разметки, где, куда. Я прихожу, бежевый. Я говорю, я Робокоп. И у меня здесь написано, сделано в Кыргызстане. А здесь, типа, там яблоки, какие-то такие-то. Папа такой смотрит. Ну, это же, ну, типа, образ готов же. Ну, типа, люди видят тебя и понимают, кто ты. Я говорю, ладно. Блин, вот это я уважаю. Тут, понимаете, родители стараются... Я ненавидела, если честно, вот этих, которые родители, ну, чересчур много на себя берут. Вот они вот одевают своего ребенка, но она, если она золотая рыбка, она вся золотая. Вот это... Они ее на Евровидение собирают. Вот это вот. Она даже пахнет рыбой. Вот так, да? Настолько заморачиваются. Такой подход уважаю. Креативный зато. Блин, я вспомнил что-то резко. Дамер, во-первых, переодевался ли ты когда-нибудь во что-нибудь? В детстве? Да. Нет. Давайте дальше. Отлично. В преддверии праздника на УРС, я помню, нам всем в школе сказали приготовить какое-то национальное блюдо. А вы знаете бэкграунд моей семьи, когда я одеваюсь футболиста, и мы думали, а какое блюдо понесет Мадияр в школу? И знаете, какое блюдо мы взяли? Курт. Я так просто с пакетом хуй. Иду с куртом, ща, бля, разъебу. Пятерку поставить, там люди, бешпармат, плов, там кто-то сырнее, казак гриль уже заехал, блядь. Чувак в перчатках с фейерверком, и я курт. Я не забуду никогда учительницу, которая сказала, а он, кажется, магазинный. Я говорю, нет, мы его сами... А там идеальный, блядь, шарик. Просто охуенный, идеальный шарик. Надо было идеальную подмышку показать. Зи, ты не в контексте, да? Это какая-то внутренняя отсылка, да? Нет, это, короче, ходил слушок, что многие катали курт подмышкой. Ну это из разряда вот сигары, блядь, на... Ну нет, не из того разряда, конечно, что в кубе там что-то на бедре, там они заворачивают сигары. У нас якобы подмышки, но это вранье сразу говорю. Кто крутил подмышками курт? Конкретно люди... Тебе ин сказать? Я его ела, такая... Нет, интересно просто, я такое не видела. Нет, такой был... Это как слушок. Да, слушок. Все абсолютно... Из разряда насвай делается из куриного говна. Ну это да. Не делаете из говна? Ау? А с чего он делается? Вообще удивительно, что я его так насвай... Очень пафосный вебинар по насвай. Короче, слушайте. Ну да, якобы делается из куриного дерьма в перемешку с известью. Я слишком подкован, да, в этом, кажется? Я тоже так думал, из чего он делается? И нафиг мне это знать. Да, да. Бейонс расскажешь? Да, да. Зи, а какие последние сплетни вообще существуют? Давайте его всякие погоняем. В плане... Ты в основном же обзоры делаешь на голливудских звезд? Да. А давайте пообсуждаем кого-нибудь из казахстанских или кыргызстанских звезд. Блин, вот казахстанские мне постоянно просят говорить. Я такой, я не хочу похоронен где-нибудь. Я боюсь... Знаете, мне столько всего рассказывают. Я такой... Чего там? Я не хочу в арыке где-нибудь оказаться. Ну нафиг. И тут у каждой поп-звезды есть кто-нибудь в этом... Там. В арыке? В арыке. На даракон. Кто-то в госе. Кто-то есть там. И поэтому я такой, я не буду рисковать. А так, чтобы на зарубежку... Что сейчас, какие у нас слухи тут? И вообще, кардашьяны заебали. Последние месяцы ничего не дают мне нормально. У меня... Я уже этот... Вынужден всякой херне рассказать. Говорю, дайте мне что-нибудь стоящее. Сейчас пока что ничего не происходит. Вот только вот с моей жизнью скрасил список айки. И то, блин... Я никого знакомого не увидел. Мне было грустно. С сожалению, это говоришь. Я тут же сразу позвонил. У меня просто были подозрения, что некоторые люди будут. Мне говорят, твои подруги. Я говорю, кто? Мои подруги. Кто мне? Никого нету. Всякие незнакомые имена. Я говорю, кто вы сейчас такие? Да. Ну, в целом, я просто думала, у нас как будто бы такой культуры шоу-бизнеса и нет как будто бы. Ты думаешь вообще, почему у нас нет вот этого, как в Голливуде или там в Америке именно, что мы можем свободно бы, например, пообсуждать Кардашьян, но не можем Кайрата Нуртаса, например. Хотя личности эпохальные и те, и те. Да. И у тех семейный подряд. Я когда все переехал, мне тут же взяли в руку мой телефон, открыли Телеграм и писали меня на канал «Осек Тусек». И я такой «Ооооо». Для меня целый мир раскрылся. Те, кто не знает, «Осек Тусек» это был когда-то Телеграм-канал, где обо всех рассказывали, включая селебрити, блогеров, жен чиновников, все-все-все. 90% людей я знать не знал, но мне было так интересно наблюдать, то, чем занимаются, то, с кем знакомых когда видел, я радовался, я скриншотил, отправлял им. Я говорю «Смотри, Амина!» Амина Рамазанова. Я такой «Смотри! Ты эскортница, оказывается!» Потом я всем-всем отправляю это, и потом он резко становится «Ессентай Ньюс». И я такой «Вот гниды!» И главное «Ладно, Есссентай Ньюс», я думал, сейчас начнется, да, про этих жителей Ессентай Сити. Я думаю, сейчас начнется, сейчас что-то мне дадут. Ни хрена, блин, дороги в Алматы, чинят вот эту улицу. Нахуй это знать! Сразу же отписка, козлы. А потом там еще появлялись новости про людей, типа, ладно, похуй, ладно, уходим, да, с рельс. Про Аюшалкар, например. Я такой сразу такой «Что же они?» Потому что она же такая, фигура закрыта, все дела, через пять минут удаляют. А что там было? Я уже не помню. Блин! А, нет, где работали ее родители, что-то такое, ну, видимо, в правительстве, и я нам like, а кем и… Это меня не удивило, как бы, hello, откуда у них еще деньги могут быть? Вот, и как бы у меня все на места стало, но очень быстро была удалена новость, я такой «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» Да, и я такой, вау, окей, вот так всё делается, да? Ну, видимо, вот, вот это вот нету. На Западе все понимают, что, типа, вот, негативная новость — это плюс к пиару. Типа, пофиг, пусть тебя хоть эскортница, хоть матерью 50 детей от разных мужиков называют, пофиг, пиар, тебя все знают, а тут сразу такие, уяд. Там, кажется, даже подставные делают какие-то скандалы, да, и платят журналистам, чтобы они разгоняли. Я иногда думаю, блин, вы хотя бы… Ты сам когда-нибудь обижался на какие-то такие новости про себя, может быть, в шутку, когда что-то говорили про тебя? Как ты вообще к самой иронии относишься? Вообще, над всем, я всем говорю, у меня нету, если вы мне разрешите над вами издеваться полностью, я разрешаю над собой полностью издеваться. Да, вообще. Пиздец, тут, братан. Можешь издеваться. Да, можешь издеваться, всё, что надо делать. Нет, я к себе отношусь с юмором, мы все сдохнем рано или поздно, и вот эти дети обижаться, я себя называю шутку квазимода, ну, по сути, похож немножко, иногда… Мне нравится сейчас, кто-то режет под этот выпуск салат, и там все… А мы скоро все сдохнем, и такая… Кай. Я к себе с юмором вношусь, вообще, в целом, я вижу шутки, я помню, мои самые любимые, мне пишут, любят мои постами писать «булл балла ЛГБТ» с вопросительным знаком. Я вот это пишу всегда, всегда одно и то же «булл балла АБВГД». Вообще не важно, что вы хотите, это… Я не знаю, как-то всё… люди так серьёзно воспринимают всё вокруг… Мадику так же пишут. О, я обожаю, мне пишут, перед тем, как сюда прийти, мне пишут прям кто-то с аккаунта анонимного, и на меня не подписан. Я говорю, ну где-то, я говорю, ну а хоть не пишешь вообще, не подписан на меня. Пишут, типа, «Зи, ждём очень вайтпа, подари Мадьяру что-нибудь темское». Ну, типа, гейское. Я говорю, пусть он выйдет из шкафа. Я такой… Что?! Да! Да! Туда не входят, а оттуда выходят? Прикольно! Я такой, а-а-а, окей. Ну, в итоге я ни с чем не пришёл. Ну что, темское вот это видно? Да, да, да. Выходи из шкафа. Это красивое. А вы знаете это выражение «выходи из шкафа»? Это типа «сделать каминг-аут». Кто-то тут подбодрил Мадьяру, да? Мне вообще обидно за Мадьяра. Из выпуска выпуск типа «пидрило, пидрило, пидрило». Нет, вы так не делаете! Какой нахуй нет, Верон? Да. Какой нахуй? Ты, блядь, молчи, блядь. Вероника, шкаф там стальной, его там запаяли. Я ему сказала, он хочет, но ни хуй не может. Я толерантна, он может любить и мужчин, и женщин, мне абсолютно плевать. А ты знаешь, Вероника, мне про… Я максимально тебя поддержу как друга. Так запомни раз и навсегда, Вероника. Вау. Что? Я ни разу тебя пидрилом не называла. Нет, если ты сейчас будешь оправдываться, лучше убери. Да, но они… Ну это, блядь, что за школьная хуйня? Нет, пидрило я не называл, только геем, только геем. Ну что это? Ну, Вероника, мне про тебя спрашивали. Что? А мне спрашивали… Что там судачат по Веронике? Меня спрашивают… А Вероника по кому? А меня спрашивают… А говорю, я не знаю, я проверю. А Вероника по-себе… Я вот знаю. А Вероника по себе… это еще грустнее чем да у меня спрашивали такой я сушься не знаю очень красивая девушка спрашивала на меня по сути если под определенным углом может показаться мужиком под определенным но ты уже как моя мать он на самом деле нормальный тоже но но не работали ничего нормально сейчас зрение посадишь вообще хорошо будет улыбаешься так он мне сам сказал что он не за сценой сказал что нет никаких границ все тогда как я не я тебе задать такой говорил бру что что нету никаких границ а сейчас мы усек ради нет никаких границ ты мне говорил ли не знаю но ты же с юмора человек о все это мне достаточно слышать спасибо тебе ты чё двинулся успокоился педрила сразу а когда я тебе придумал какую-нибудь такую штуку которую мы будем целый сезон про вас говорить без веера скажи теперь но в конце выпуска дать кофе ходить кофе так что еще давайте так поговорим какой год был для тебя какой год для меня был для меня это был год чё я переехал в алматы для меня типа вот теперь велкам меня чуть не депортнули страны я короче провел стране на 30 дней больше положено а я знать не сделал короче мой мозг решил что нужно отчитывать с первого заезда в страну а изменились закона теперь можно заезжать типа ты можешь здесь находиться определенный срок нам лета поля с 7 апреля мой мозг решил так я первый раз вам и тогда заехал 23 января с этого из этой даты я буду считать свой срок нихрена это у меня я должен выезжать в турцию и меня останавливать вы никуда не выезжайте у вас передано миграционную полицию вот почему я это рассказываю вот мне вообще не попросили об этом не рассказал вам пофиг тут по ватсапу был все решили все у меня на хорошо а штраф заплатил все этот долги перед государством хочу все это вот ты вот так оплачиваешь долги да мне просто мадьяр рассказывал как делать надо и это я молчал короче все хорошо переехал я в алматы вот познакомиться с мадьяром и как он как он ничего вот в америку летим все хорошо все на легке ладно вообще на самом деле классно меня встретили офигенно я должен переезжать прошлом году в октябре но потом случилась мобилизация и арстара рынок такой я такой смотрю на цены на квартиры такой слушайте нет не хорошо бишкеки потом в итоге заманда с каннабисей который у вас тоже был приехал к нему у меня вот заманда с начал начался мой путь здесь выпуск вышел заманда все приехал сюда и вот так вот полгода я здесь круто все офигенно идет классно казахстан очень люблю алматы очень люблю оказалось ни с того ни сего как только переехал в казахстан и моя популярность начала расти мне оказывается так много руси к казахстане так как каждый день демки получают к апратишка как дела я там этот двоюродный троюродный родственник вот а с кем это ну вот с ребятами уже обсуждали какой год для каждого выдался какие планы 2024 и вот мне очень сильно интерес кем бы из знаменитых людей из ныне живущих ты больше сильно хотел бы познакомиться пэрис хилтон вообще вот она жива да без приколов типа я помню я смотрел реалити там где нас какой-то ричи николь ричи да а потом все а сколько ей лет уже 55 нет я ошибаюсь ты как она родилась 17 февраля почему я цена 17 февраля 1900 может им проверить 84 год вроде бы или 83 может им проверить у кого телефона проверьте вау если сейчас это нифига никто ничего не даст то им проверьте 85 ну почти а на ровесница бейонсе 81 года 17 февраля чего это водолей я с ней она 2000 дурила нас всех вот этим своим акцент один и китики она же разгар как тут тупая блондинка на самом деле это все она дурила нас всех на этом дело бабки огромные потом ушла это затишье и вернулась и снова на нас сделать деньги. Она видела в ТикТоке какие бабки рубят? Она одна из самых популярных знаменитостей в ТикТоке. У меня она как деньги забрала? Ну ты же сидел, обсуждал ее, там, не знаю, смотрел ее ролики. В 2008-м. Ну а что, простую жизнь смотрели же, хоть чуть-чуть немножко. А вот давай смоделируем ситуацию, ты видишь Парис Хилтон, что ты сделаешь? Я посрусь на месте. И потом познакомишься. Мне кажется, она привыкла к таким. А, вы обосрались, хеллооо. Парис, ну честно, икона. Ну с Бритни до того, как она уже конкретно. Я хочу хотя бы ее, это, хоть чуть-чуть ее сознание поймать. Ну ее, конечно, измучают родители. Бейонса, ну мне кажется, Бейонса, я буду просто стоять молчать и смотреть на нее. И она подумает, что ты долбоеб перед мной стоит, тут вообще какой-то азиат, хрен поймет, откуда приперся. Какой-то китаец стоит передо мной. Вот, вот это вот, да. И с ножами, и Бритни Спирс, хочется познакомиться. А какие планы? Планы на год у меня. Мы снимаем новое шоу. Вот Мадиар будет в пилотном выпуске. Смотрите пилотку на OnlyFans. Ну, Америку предлагаю, что я сделаю? Продолжи, пожалуйста. Продолжи, пожалуйста. Делаем большое шоу, офигенное, оно будет связано с путешествиями, на самом деле, очень новое для всех нас и для региона в целом. Очень-очень горжусь этим шоу и благодарен Безумного Дерва, честно, без шуток, без всего, что ты согласился. И Эльдана. Мы хотели максимально разных персонажей, которые будут отличаться от нас. Потому что я здесь, это постоянные ведущие, ну и как бы, я знаю, что мы письмом очень. А чем Матика отличается от вас? Да, он в другой позиции работает. Вот. Вот в такой я работаю, в этой позиции. Давайте, погнали в Америку, в Америку. 13 часов. Надо было на бутылку сидеть. Уже после середины, если нас поставят, когда будут готовить, они охуеют. Почему? Ну, просто слишком много про это говорим. Про кого? Ну, вы же поняли? Хуй! Ну, я имею в виду, такие слова у нас постоянно вылетают. Ничего. Когда мы обсуждали хуй! Про Борис Хилтон мы говорили. Ну да, если про хуй Мадик услышал, была бы другая реакция. С Новым Годом, пацаны. Подождите. Поверь мне. Физун джуйстик заберет. Да не, бро, это твое. Так, погнали. Дальше. Быстренько. У-у-у, реанимируется. Да, давайте вернемся. Хоп-хоп-хоп-хоп. Все-все-все. С вот этого гейского шоссе надо съезжать потихоньку. В сторону тусовок. Ты посетил 30 штатов, собственно, в Америке. Ты достаточно яркая персона. На многих тусовках бываешь. Расскажи самую трешовую тусовку, которая у тебя происходила. Трешовая? Трешовая. Окей. Я, короче, смотрите. Ой, ну вообще похер уже. Университет меня не заберет, мое образование. Я учился в Штатах по стипендии. И это стипендия нам запрещала зарабатывать. То есть мы не могли там получить. Там, чтобы хрень эту получить. Вот разрешение должен быть номер социальной страховки. Вот такая херь. Потом разрешение о том, что ты можешь работать. Я такой, ну я хочу бабки зарабатывать. Просто нам давали в большом городе 150 долларов в месяц. 150 долларов в месяц это что, блин? Это 10 месяцев и концерт Бейонсе. Если ничего не есть. Если прям вообще. А, это концерт был в Евро. Ну да, целый год прям. 150 долларов это очень-очень мало для большого города вроде Чикаго. И я такой, блин, я не хочу жить, как все остальные вот эти мигранты. Мне хотелось жить лучше. И я подрабатывал в клубах. Есть в клубах такая тема, которая называется Club Kids. Club Kids это те люди, которые наряжаются. И просто... Вот представьте, что вы съели что-то ужасное, нелегальное и запрещенное в нашей стране. И у вас что-то мерещится в глазах. И вот, например, смотрю на тебя, и ты что-то новое передо мной, там, в других красках и так далее. Вот это берешь, по сути, на себе воплощаешь. Может, ты какой-то инопланетянин. Может, ты сегодня лягушка. А может, ты сегодня пресс-хилтон. You don't know, да? Вот что-то перед тобой померещилось. И мы это на себе, Club Kids, да, клубные дети, по сути, на себе это воплощали. И шли, и танцевали на столах. С детьми? Какую нахуй с детьми? Я не поняла. Ты как, ты чисто английскую версию услышала? Club Kids, особенно на русском, ты просто отфильтровала? Это были ночные клубы. Между нами были гого-танцоры, и мы между гого-танцорами на всех раз. Например, какие были образы? Ну, я там однажды был... Я, наверное, мой самый любимый покемон — это бульбазавр. Я обожаю, знаете, да? Я однажды был бульбазавром. И мне вес позволял, и куда больше был тогда. Я просто так садился, и я всю ночь просто сидел вот так вот. И вот так смотрел. И людям было по кайфу, они угорали. Сколько платили за это? Короче, нам платили фиксу где-то долларов сто за ночь. Это было очень хорошо, если ты до конца проносить его. И потом люди давали чаевые. Кто-то давал доллар, кто-то давал два доллара, кто-то пять долларов. Если это были... Кто-то бухой, он давал, знаете, пять, две. А если костюм копилки? Монеты? Почему я не додумался до этого? Просто сел под жопу. Окей, этот... Сейчас опять салат не режется. Да, салат не режется. Вот, и я так зарабатывал. То есть раз, каждый, каждую субботу выходил, работал, и шел дальше делать домашку. Вот. Каждая тусовка была трешевая? Да. Знаешь, что происходило? Особенно обожаю, когда приходили девчонки, они такие... Если это была, например, этот... Как эта хрень называется? Когда вот-вот замуж выйдет... Девичник. Девичник, вот. Приходили, и они напиваются. Ненормальными становятся, и вот тогда начинается трэш. Они тебя берут, думают, что тебя могут трогать. А еще на тебе, ну, типа там, грим, все дела, и начинают лицо твои трогать. Типа, вот ты реальный или нереальный? Я такой, бля... Вот. Мне кажется, одна из самых сложных работ. Но здесь хотя бы взрослые люди были. Вот когда я вижу аниматоров на детских праздниках, я думаю, бля, вы, ну, типа, пиздец, молодцы. Там, бля, там ребенок его в ногу ебет, бля, кто-то подошел, рыгнул, там, что-то кто-то... Паяется, но он такой синий трактор, и все нормально. Там тоже так же, просто там люди пьяные. Там рыгают, там тебя толкают, там начинают выяснять отношения за тебя. А ты выступаешь на корпоративах с диджейскими сетами, или пока нет? Ау. Я так не хочу портить на выгоне выпуск, я... Ладно. Да нет, да... Не-не, вообще, гоу. Мы уже... Что только не обсудили здесь. Я однажды играю на оргии. Что делал? Да ты че... Как ты мог это вообще... Оргия, оргия, это когда много мужиков... Нет, что ты там делал? Нет, оргия не только мужики. Диджеил на оргии? Не говори ему. Зачем я все это рассказываю? Ужас. У меня... Нет, да... Отменяем суд такой. Да за что? За оргию? Это вообще что за суд? Я вахую, что на оргии нужен диджей. Что я такой... Айваль ту мует-мует, включи! Зачем там диджей? Это короче. Это было в Казахстане. Скрэч. Это было в Казахстане? А там есть из списка файки кто-то? Что? Есть кто-то из списков айки? Там был? Думаешь, я зашел, я говорю, не смотри никому в лица. Ни в кому, никому в глаза. Короче, знаете как? Вот по сути вот так стоит над тобой свет, но он красный. И стоит твоя установка, все дела. И ты по сути не видишь, что происходит в зале. Только силуэты, очертания. И ты своей музыкой ведешь людей. И тебе говорят, через три часа они должны закончить. А три часа это не до хуя? Ну они... Я не знаю. Через три часа я уже дома сижу, фильм смотрю. Через три часа. Через два часа 45 минут я дома сижу. И ты три часа играл на оргии? Да, играем, играем, да. Там от техно, к чему-то, переходим. И ведешь человека. Где-то нужно замедлиться, ты замедляешься. Где-то нужно ускориться, ты ускоряешься. Я когда впервые услышал подборку музыка для секса, я был очень сильно удивлен. Ну там 10 треков, нахуй. А тут есть диджей для секса. Да. Сколько платят? Они хорошо заплатили. Они заплатили мне, оплатили все. Это было не в Алматы, меня отправили в западный город. О май гад. Куда? Там, где нефть, а этот и... А тырал? Я не буду говорить. Еще два варианта есть, Верон. А? Я вообще ничего не говорю. А вот что, вот. Блин. Это полляма за диджейсет заплатили, да. Так я бесплатно сгонял бы. Нет. Тоже в глаза бы вообще не смотрел бы людям. Со стендапом на оргии. Я бы зашел. Есть аукс, блядь, а сейчас. Это было прикольно. Поаплодируйте по жопите. Это были первые мои дни. Я был на согласии на все. Мне было так интересно. Думаю, вау. Да вы что? О. Еще втихаря. Они подписываешь очень строгий контракт. А, подожди. А мы хуй забудем. У нас сейчас скоро список Зин появится. А, да. Не, вроде бы. Не, нет. Просто не стоит никому рассказывать, куда ты ездил, для кого ты играл. Личности просто не надо раскрывать. Все. А так они кайфуют. Они, это все были по сути мои фанаты, которые обожают сплетничать. Это были безумно богатые люди, все дела, вот, как бы, вот. У кого все богатые люди. Обожают сплетничать и сами вот таким занимаются? Да. Сплетни — это вот инструмент эволюции. Люди объединяют сообщества и эволюционируют вместе, общаясь и обсуждают других вокруг них. Поэтому это для них, вот, все-таки те люди, которые, типа, advanced дела, которые всех нас наебали, сделали кучу бабок на нас, они это поняли. Вот, и, значит, у меня куча этих богатеньких фанаток, они, правда, обожают меня. Очень часто зовут нас в вечеринке, я говорю, ну, ага, уже знаю, там всякая мракобесия происходит. Ну, вот, на одной такой мракобесии пригласили, я такой, давай. А как это тебя нашли? В смысле, в Headhunter? Я был на одной вечеринке, там были жены того, тукалки этого, и я такой с ними общаюсь, разговариваю, все дела. Я говорю, ну, я и на диджеи, все дела. А не хотите у нас на жесткой ебле сыграть? Это было уже ближе к 4 утра, мы, я помню, мы сидели, это уже, наверное, после какой-то там текила сидела. Слушай, а вот ты вот это можешь сделать? И я ей в глаза смотрю, говорю, да. Я думаю, все забудут, и через 2 дня мне звонит, звонит ассистентка ее. И говорит, мы вас, этот, вот, кидаты свободно. Я такой, ладно. Я понял, потому что они прикалываются надо мной, а потом... Они через 3 часа закончили? Ну, я играл, понимаешь, я видел только очертания, но я видел, что кто-то лежал, кто-то это. То есть я не мог видеть лица. То есть все было так сделано, что я не видел лица. Но, видимо, там кто-то важный был. Вот. Жесть. Я, конечно... А что, я не только про картошянов знаю. Но вот такие вещи делают тоже. Но это был прикольный опыт. Я думаю, типа, человеческий опыт. Люди наслаждаются друг, компания друг друга. И я там посередине стою и такое. Опытный, опытный. Да. Смешно, если ты диджейши. В один момент тебе кто-то на ухо что-то говорит. Стоп, музыка. Белый BMW уберите, пожалуйста. Прямо сейчас белый BMW. У вас какие корпоративы были, пацаны, за последнее время? Ну, такого точно не было у меня. Я просто протрешевываю тусовки. Я помню... Ты сказал, что ты учился в школе в Америке, в Штатах. И когда ты слышишь вечеринки в американских школах, это же альфа-бет. А, нет, это универ... Ну, короче, вот такая тусовка, чуваки в бомберах, там, чирлидерши, там, трое типов хотят лишиться девственности. Он спорит на нее, она потом обижается, потому что они влюбляются друг в друга, она потом едет куда-то в колледж, он за ней, да, вот это все. Че, у вас один диск, блядь? Ну, а в наших школах коттеджные вечеринки были. Кто-то застал коттеджные вечеринки. Розовые коттеджные. Коттеджные вечеринки. Когда ты слышишь коттедж, ты думаешь, ну, ща, там Гэтсби спустится, коттедж, а там, блядь, вот это вот, садамия просто. Все ведут себя отвратительно. Ну, не так, как там, наверное, но имеется в виду на этой оргии. Но там... Диджея не было. Там, кстати, вот в этих коттеджных вечеринках было все, кроме оргии. Всегда было вот такое же количество презервативов, которые мы выгуливаем в коттедж и возвращаемся обратно. Все отвратительно себя ведут, кроме чувака, чей удостак. Залоги. Он, блядь, вокруг этого бильярда, нахуй, не подходите, блядь. Туда, блюй туда. Сауна это, блядь, в коттедж... Ебать, сауна! В восьмом классе когда-то было же, Ваня, блядь, попариться всем классом. Понимаете, соберемся в коттедже, попаримся, блядь. Такая хуйня была, и нам это все нравилось. Что самое ужасное вы делали? Блядь, не то, что самое ужасное. Ну, блядь, мы были щеглами. Ну, давай. Я никогда не забуду этот коттедж, первый наш коттедж, он там, типа, снимался за сутки, блядь, 10 тысяч деньги, грубо говоря. Ну, типа, блядь, 4 кофе стоил этот коттедж. А мы щеглами там, блядь, вот просто думали, все, нам туда поселимся, блядь, и так далее. И мы приезжаем, изрядно выпили, и смотрим на улицу, и уже на протяжении двух минут стоит машина заведенная. И наш детский ум решил, что это за нами. И мы забайкодировали, блядь, все двери. Просто вот так вот, блядь, группа очень оперативных щеглов. Закрываем, блядь, двери, байкодируем, байкодируем дверь, и просто 6 часов смотрим вот так вот с окна. Пьяные, блядь, вообще отвратительные люди. У меня были тупые случаи, вот именно с розовым коттеджем. Всегда же был розовый коттедж, почему-то. Мы один раз с друзьями напились до того, как туда приехать. И мы по карте, ну, короче, нашли розовый коттедж, забежали с водкой, со словами, че нахуй, ждали. А там была семья какая-то. Вообще не та хата, в которой мы должны были быть. Мы резко съебались. Как вы залетели? Я уже не повторю это. Типа, че нахуй, ждали с водкой. Такие, похуй ждали, погнали. Верон, у тебя самый трешовый. Блин, я могла бы сейчас приду, но я все проспала. Я вообще, вот эти на хате еще собирались одноклассники. Я всегда очень сильно хотела, но мне было очень сильно лень. Я все время, я подкачу и все. Поэтому я особо вообще не делаю. На этих вечеринках самая большая ошибка это уснуть первым. Да, да, да. Потому что шансы того, что на твоем лице нарисуют член, невероятные. Мы всегда так делали. Мы знали, что нельзя засыпать первым. Иногда Мадик сам себе рисовал. Иногда я специально, я сплю, я сплю. Поэтому я спала дома с родителями. И они рисовали мне член. Какой кашу. Это надо вырезать. Я был, кстати, на тусовках вот этим типом, который мешал спать. Кто первый засыпал. Ну, я не делал такую, типа, зубную пасту. Было такое, что кто-то бухал очень сильно. И, типа, они сосутся, целуются. Я пальцы вставлял. Мы просто заходили в черную комнату, где мы знаем, что кто-то сосется. Там с другом мы заходили и хуйней страдали. И они настолько были пьяными, что и там бывает же, вот, комната слюнями воняет. Мы такие, блин, они не могут так вот весь день. Это плохо. Так нельзя тусить. Вот как надо тусить. Не вставляли палец, и были люди, которые не замечали. А куда ты им пихал? Сраку, сраку он пихал. А, кстати, Мадик мой, одноклассничек. Нет, вот они целуются, и между ними вставляешь. И не замечали. А? И не замечали. И они настолько пьяные были, что не замечали. И мы такие, да сами суки. Вау. Смешно, если ты вот так с пальца потом. Хуяк сам проскочил вот так быстренько. Да, да. Ты же начинаешь. Ну, ты жесткий пранкер, блядь, конечно. Хулиганчик. Это не трешевый, да. Я надеюсь, что у меня еще останется запал хотя бы один раз жестко потусить, знаете. Вот так, чтобы типа... Ну, у тебя Америка впереди еще там. Человек на опыт. А в школе, американской школе, вот то, что все стереотипы, что я сказал, они существовали? Ну, типа... Короче, они не сильно отличаются от нас. Они такие же в этом же возрасте. То, что показывается в фильмах, ну, честно, я не скажу, что это прям реальность. О, слава богу. Они не взрослые. Нет. Им не по 30 лет, да. Ченнинг Татум не учится еще. Нет, нет. А можно вот так? Человек года, по-твоему? Человек уходящего года. 2023. Айка. Никоторый список, который Аклай, который Пасяба, который за день года. Очень смешная. Да, да, да. Аклай, ты большая молодец, для меня это Человек года. Вот. Журнал Time недавно назвал, что ты сегодня, Тейлор Свифт Человеком года. С херали. Ну, короче, да, она молодец. Да, вот Тейлор Свифт, она вот... Вот Дамир, скажи, ты знаешь Тейлор Свифт? Да. А, серьезно? Ну, я знаю одну песню, но я сейчас не спою, там какой-то мем с козой, да, был? Да, 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 я понял. И все, я больше ничего не знаю. Да. Короче, Адат, она же в этом году пошла в тур, и у нее был тур огромный, наверное, 150 городов, что-то такое. И этот концерт за четыре часа она через всю свою дискографию людей проводит. Да, это, знаете, advanced уровень мучений массовых. И она фильм потом выпускает. Короче, в какой бы город она ни приезжала, туда съезжаются все фанаты, и экономика города растет. То есть она подняла за счет своих концертов экономику США. Вау. И потом еще выпустила фильм документальный, который в Алматы тоже играл в кинотеатрах. И люди, местные фанаты ее, шли в кинотеатры и пели песни вместе с ней. Картинка стоит, и они поют вместе с ней. Блин, то же самое на Бейонсе делал. И этот... Вот. И она заработала, и она в этом году стала еще миллиардером. Forbes ее официально бил миллиардером, и она одна из единственных артисток. Там, Брюс Спрингстин, кто-то еще. Одна из единственных артисток, которые стали миллиардерами тупо за счет музыки. За счет билетов за 1300 долларов. Да, и это тоже. А, у нее этот, на галерке. Самый тяжелый билет стоит 500 долларов. Она делает бабки мощные. Вот. И она стала миллиардером в этом году. Ее назвали этот... А до этого, там, не знаю, Ленин, Сталин, Гитлер, Путин, Трамп. Нормально. Тейлор Свифт. Тейлор Свифт вообще встал. Да. Я вообще, в Тейлор Свифт творчество ее мимо меня прошло. Я так понимаю, это вот очень, очень популярная западная певица. Она вообще... Изначально, когда я впервые ее услышал, мне сказали, это кантри. Я такой, ебать, где здесь кантри? Кантри это... Нет, она в какой-то момент отказалась от кантри. Она выступала с кантри-музыкой, а потом отказалась. Она говорит, нихуя бабки не делается на кантри, буду делать на попсе. Теперь я понимаю, 40%, прикиньте, 40% ее года, это работа. Ну, то есть, типа, выступления, я в шоке. 150 концертов в год. Ну, опять-таки, Тейлор Свифт, она мне не сильно близка, в том плане, что я ее мало знаю. И когда я слышал, там, Тейлор Свифт достигла миллиарда. Когда я слышал, что самый богатый рэпер... Вот скажи мне, кто, по-твоему, самый богатый рэпер? Тимблэнд. А? Нихуя ты давно интернет удалил, блядь. Гетодокс, блядь, нет. Джей Зи был. До него PDD. Я думаю, блядь, как? Ну, типа, почему? А потом я слышал, 50 Cent объявляет о банкротстве. Я думаю, ты же 50, бро. Блядь, кепок продай, нормально. А потом я понял, что его банкротство, это мое предел мечтания, оказывается. Вот так они объявляют о банкротстве. Это чтобы налоги, да, не платить какие-то? Да-да-да, это так, чтобы отойти. Все супер-мега-богатые. Просто все звезды, которые миллиардерами становятся, они же бизнесы запускают. Там, коньяк, витки, вот это все. Ну и тупо, там Риана вон барыжит косметикой. А тут она чисто на музыке сделала. Типа, очень мало людей таких. И потом те люди не понимают. Но я слышу очень часто здесь у нас, типа, нафига, с чего она стала такой популярной. У нее очень мощная фан-база, это просто белые девочки, которым по 15-16 лет. Это девочки, которые еще выросли вместе с ней, которым по 28-30 лет. И они ее просто обожают, они смотрят такими огромными глазами. И она пишет песни, которые созвучны с тем, что происходит у них в жизни. Вот. Вот такие дела. Человек года для тебя Айка и Тейлор Свифт. Эй, я вообще? Вы знаешь, это... Я снова долго процитирую. Я хочу, во-первых, поговорить себя за всю эту работу. Мне кажется, каждый человек должен себя назвать человеком года для себя. Ну, типа, за прогресс, который мы проделали. За все то, что происходит в жизни. За все говно, за все победы. Поэтому вот это. А так, для меня, если говорить о коллегах по цеху, все-таки, я тебе блогер, все дела. Блогер буквально полтора года. Но вот Айка, это вот такой человек, который действительно для меня стал человеком года. Мне очень нравится ее карьера, ну, то есть ее видосы. Потому что раньше, когда я смотрел чьи-то видосы, а я тусуюсь среди комиков. Когда в комике очень редко признают кого-то, ну, в принципе, но вот тут это прям вот усреднило всех. Все говорят, что смешно. И меня это просто очень поразил видос. И настолько, что я теперь не говорю клубника в шоколаде. Реально, просто я всегда говорю клубника внутри шоколада. Мне нравится теперь это. Вот настолько она, ее творчество попало в меня. У вас, ребят, что-то кто-нибудь есть? Дамер, давай ты, мне надо подумать. Человек года? Да. Я. Блин, я просто, нету человека, от которого я был в восторге в этом году. А ты, может быть, сам хотел бы назвать какого-нибудь человека? Я тоже хотел Даммера назвать. Без прикола. Даммер, типа, вот для меня он ловелапнулся сильно. То есть я давно знал, что это человек, который невероятно талантливый. И просто ему нужно дать огранку и кристаллизироваться. И мне кажется, мы сейчас наблюдаем за этим. Как бы много он меня не называл, но я должен признать, это действительно талантливый. Короче, у меня вопрос к тебе. А, да, похуй, бро, конечно. Ты смотрел Оскар и Ильясова в выпуске? Спасибо, Мабик. Мне очень приятно. А три эти вырезки? Ну, полностью смотрел? Нет, к сожалению. Пидоры ответ. А, нет, эту вырезку я смотрел. Меняю решение. Бей бы Талибеков, Человек Года. Да нет, какой это должен быть год. Нормально. Вероника Фарм Ким. Вероника Ким. Да нет. Да, да. Да, да. Нет, я тебя спрашиваю. Да, да. Скажи Человека Года. А, я думала, ты меня называешь Человеком Года. Конечно. Какого это Человек Года? Я не знаю. Я честно не знаю. Я не задумывалась вообще об этом вопросе. Нет, я бы... Но пусть... Я очень сильно, когда Мадик задал вопрос, я подумала о том, что классно, наверное, каждому себя назвать Человеком Года. Это очень важно. Поговорить с собой и, типа, похвалить себя за то, что ты сделал в этом году. Мне кажется, это очень круто. Поэтому, можно я твой ответ чуть-чуть скоммунирую? Чуть-чуть. Давайте нарежем вот так. Спасибо. Есть один человек. Ладно, потом я закончу. Все, я говорю. Говори. Адамир, скажи, а кто, по-твоему, Человек Года? Денис Гитенко. Можно я назову Человека Года? Да. Человек Года, на мой взгляд, это ты, уважаемый зритель, который смотришь Айтпа, я поздравляю тебя с Новым Годом. И пусть в следующем году у тебя все будет намного лучше, чем в этом. Спасибо, что с нами остаешься. Мы редко это просим. Но вдруг у тебя получится спуститься немножко пониже, подписаться, поставить праздничный колокольчик и уже иди и развлекайся в Новом Году. Хей, йо, всем привет, ребята. Привет, мы вышли командой Айтпа к вам на связь, чтобы поздравить вас с Новым Годом, с наступающим Новым Годом или уже наступившим, смотря когда вы смотрите. Но мы решили, короче, собраться с пацанами и пожелать вам чего-то доброго. Всего самого наилучшего вам в наступившем 2024. Пусть невзгоды вас обходят стороной, а вокруг царят улыбки. И не стесняйтесь, пожалуйста, их дарить своим окружающим. А я хотел бы сказать, никуда не торопитесь, кайфуйте с того, что у вас есть, всему в свое время, просто работайте от души, все делайте и все будет. А я хотела бы сказать, чтобы вы обязательно похвалили себя за все, что вы сделали в этом году, сели, подвели итоги года, они иногда не такие уж и кринжовые, как обычно мы в Инстаграме смотрим, поэтому похвалите себя, выпейте бокальчик игристого вина, обнимите близкого вам человека, может быть, людей, и волшебно проведите эту ночь, а вообще волшебно проведите следующий год. Вот что я хотела поздравить вас. Ну, пацаны, я, короче, раз уж такая заваруха пошла, у меня есть вопросы от подписчиков за весь сезон, у нас вышло огромное количество выпусков, и под каждым из них собирались какие-то вопросы. Хотите, я вам задам их, давайте ответим на них. Кажется, я чувствую, какой мне задам. Сразу скажу нет. Нет. Первый вопрос, который я вам задам, будем ли мы снимать в этой локации, почему мы не снимали второй сезон в замечательной локации, которая была в первом сезоне? Дело в том, что мы хотели сделать выпуски Айтпа чуть более мобильными для гостей, которые вот-вот в Казахстане, и нам нужно быстро их выцеплять. Плюс нам это немножко комфортно и по состоянию, и по определенным финансовым моментам. Просто проект Айтпа, он довольно независимый, мы все делаем на энтузиазме и на наших творческих порывах, поэтому все выпуски, которые выходили в течение второго сезона, мы пытались покрываться собственными финансами и искать рекламодателей, поэтому это круто очень. Вообще хвалите рекламодателей в комментариях по возможности, потому что они очень сильно поддерживают наш проект, и так получается, чтобы быть мобильными и финансово устойчивыми, мы поменяли локацию, но мы при этом очень сильно любим нашу старую локацию, надеемся, что когда-нибудь мы это с вами вернемся. Я могу свое мнение сказать? Конечно. Мне в локации, где мы сидим четвером, Айтпа Лайф, который именно, мне суперкомфортно, поэтому я там и раскрылся. А вот здесь вот, мне не очень нравится. Почему? Если честно, ну просто не буду вдаваться в подробности, но просто мне не сильно нравится так разговаривать в кругу каком-то. Так что вдруг, если вдруг у вас возникает жесткое желание написать «верните старую локацию», знайте, что вы делаете немножко дискомфортно для дамера. Давайте следующий вопрос, который у меня есть. Давайте так, давайте так. Какого гостя мы бы хотели позвать, но он не соглашался на съемки? Был ли такой гость? У меня был. Кто? Прям не соглашался ответ или не ответил вообще? Ну, либо не ответил, либо в целом. Ну, не ответил, я много кому писал. Кому? Максиму Галкину я писал. Неожиданно. И Тимуру Бекмамбетову. Вау. Тимур Бекмамбетов. И Максим Галкину. Пишите, пожалуйста, дамеру. Мадик, у тебя был кто-то? Когда Багетпис приезжали, я почему-то был уверен, что мало ли, вдруг вылоем придет к нам в гости. Ты писал ему? Ну, я писал, но я писал на русском, мне кажется, шансов было мало, чтобы он прочитал. Вот такие гости. Понятно. У тебя? У меня, я, на самом деле, всем тем, кому я писала, они приходили в гости, потому что я очень здраво оценивала возможности по ответу. Например, Зи, прекрасно Зи мне ответил. Кто еще был? Гульнаре, ты писал? Кому я еще писала? Я уже не помню. Но я помню, что всем, кому я в Директе подписала... А, я писала Баяне Сентаевой, и она мне не ответила. Но я писала ее менеджеру. Возможно, нужно написать ей в личку. Спишь, типа? Вот, давай, приходи на Айтпа. Приходите. Ничего себе, я по небратцам занялась. Не, вообще, если вы вот сейчас нас смотрите, и вы звезда, напишите нам сами. Такой вариант же тоже мы можем разбить. И давайте еще... Жека так пришел. Он реально без прикола. Он сказал, а что вы меня не зовете? Я говорю, приходи, он говорит. Давай. Классно. Давайте так, самый нелюбимый выпуск Айтпа за второй сезон. Какой, вам кажется, менее удачный? Второй сезон на той локации. Да. Наверное, я скажу, Дима за нами уже выехали, потому что я знаю Диму, и мне кажется, мы могли бы большего узнать про него. И, наверное, Даник Алшинов, я бы сказал, потому что чуть попозже мы начали больше общаться, я много узнал про него и подумал, блин, как жаль, что он об этом не рассказал в нашем выпуске. Хорошо, спасибо. Ну, я соглашусь с одним выпуском с Даником Алшиновым, тоже, как я его знаю, это очень веселый человек. И просто мы снимали это же уже второй раз, считай, было. Ну, не съемка сама, а вечеринка с ним. И поэтому это было как-то так. Для меня еще один выпуск. Ну, мне лично на себя не понравилось смотреть с Сарданом. Почему? Ну, не знаю, как будто я стеснялся. У меня спросите? У тебя? А у тебя? Вот, спасибо. Мы чуть-чуть умираем как будто. Так, у меня какой выпуск? Ну, наверное, даже больше не по наполнению, а больше по формату, что как нас, как ведущих, вот больше к этому вопросу, с Сашей Незлобиным мы могли бы больше проявиться и задавать наводящих вопросов, потому что, как бы, выпуск получился классным, но нас там было очень мало. В том числе показывают наши профессиональные скиллы ораторов. Вот, хотелось бы прокачаться в этом плане. И я согласна, что Даня Калшинова мы могли раскрыть намного круче и веселее. Надо отдать должное. Мало кто знает, дело в том, что в моторе, в котором, собственно, принял участие Даня Калшинов, у нас был заявлен другой гость, но, к сожалению, у него не получилось буквально за час до мероприятия. Поэтому с Новым годом тебя, Даник. Спасибо, что ты нас прикрыл. В любом случае. И надеемся, что мы еще раскроем тебя и пообщаемся снова здесь. Поздравляем тебя с номинацией на Эмми. Здорово. Давайте так, самый хейтерский комментарий, который вы прочитали и вас реально обидел за второе слово. Я не читаю комментарии. Вообще ничего. Вообще не читаю комментарии. Я, блин, я читал с выпуском про Иссултана. Ну, там примерно, наверное, что-то было. Это единственный выпуск, который я читал в комментарии. И там было, типа, ну, грубо говоря, запарил Дамир перебивать его. Как я и ожидал, в принципе. А у тебя? У меня там очень много было. Но там, по-моему, второму подбородку прошлись очень плотно. По моему лицу. И то, что она еще это пиздец скинула. Вот это было обидно. Думаю, сейчас поработать в следующем году еще. Если ты перестанешь смотреть, мне кажется, они будут писать, писать, и вскоре уйдут вот эти люди, которые пишут негатив. Все, я больше не пишу. Нельзя обращать на них внимание. И последняя, наверное, такая тема. Я хотела поблагодарить, наверное, нашего зрителя. Потому что за этот год так получилось, что я побывала в большом количестве стран. Это была Америка, это была Европа. Ну, по частям, если посмотреть. Ну, по Казахстану я покаталась. И в каждом из этих городов я встречала людей, которые благодарили нас за то, что мы делаем. И они смотрят Айтпап. Потому что, когда мы сидим здесь в зале, снимаем это все, мы не совсем имеем представление, как много людей реальных, классных смотрят этот контент. Вот. Я бы хотела от себя лично поблагодарить. Я увидела нашего зрителя по всему миру. И это невероятные чувства, когда ты можешь поехать в чужую страну. Не знаю, сутки лететь в самолете. И там встретить человека, который тебя встретит, даст тебе кровь, поселит. И вообще даст тебе столько обратной связи. Поэтому если вы где-нибудь находитесь далеко, не дома, не в Казахстане, и чувствуете себя как бы отстраненно от нас, знайте, что мы все супер благодарны, мы рядом. Мы пытаемся создавать контент для вас, чтобы вы все были в теме и чувствовали себя дома, даже если вы далеко. Спасибо большое, что смотрели, смотрите и будете смотреть. Нам очень сильно приятно. Давайте что-нибудь делать в Ютубе. Спасибо большое. Просто так скажу. Мы еще поговорим, мне кажется, в следующем году. А вы ждите новый сезон Айтпа. Это будет третий уже по счету сезон Айтпа. И пишите в комментариях, какого гостя позвать нам в этом текущем сезоне. Да хоть что пишите вообще в комментариях. Не хулиганьте сегодня сильно. Поздравьте друг друга с Новым годом. Напишите какие-нибудь, кстати, напишите какие-нибудь добрые слова друг другу, даже не про нас или не нам, а в целом дайте шаталу кому-нибудь друг другу в комментариях. Пожелайте что-то хорошего и доброго. Всех с Новым годом. Это была команда Айтпа. С новым счастьем, друзья. Да. С новым счастьем, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова